Вокально-инструментальный ансамбль «Синий Заяц» представляет Заводная песня про лучшего директора этого извращенского Хогвартса Джесси Бэйден В смысле, кто такая? Хе, сейчас расскажу Тысяча чертей Не нравится, пошёл нахер Ты вчера в бюро пришла, просто посмотреть Ни одной живой души, и повсюду смерть Трупы в воздухе висят, что-то бар моча Пули над башкой свистят, кромка крохоча Но зато здесь некогда скучать Вражьи морды по бюро гонять Директриса по имени Джесси Всех уродов замочит на месте Бабу лучше не злить, может и пристрелить Директриса по имени Джесси Куда палишь, тварь? Я тут песню пою, ты в меня не стреляй Директриса по имени Джесси На тебе твой пистолет, ты теперь здесь босс В смысле? Некогда всё объяснять, иди решай вопрос Какой? В нашем долбаном бюро всё давно не так А как? Дом меняет сам себя, и повсюду враг Ух ё! Артефактов до хрена, их не пропусти А то шо? Если встретишь холодильник, лучше обойди Ну как так-то? Якорютка половик, много хрени тут Отвернёшься хоть на миг, они тебя сожрут Но зато здесь некогда скучать Суперсилы, начинай качать Директриса по имени Джесси Суперсилою всех круто месит Словно тёмный джедай, ты люлей всем раздай Директриса по имени Джесси Ты последний джедай, убежать им не дай Директриса по имени Джесси Как закончишь убивать, дуй в другой отдел Булки рано расслаблять, ещё много дел Свою нужно починить и говно убрать А потом во всём бюро плесень отмывать А ещё ты, чтобы не скучать Будешь щёткой мусор подметать Демонесса по имени Занна А при чём тут она вообще? Обожаемо всеми желанна Ну допустим И рога есть, и грузь, и про хвост не забудь Я помню Демонесса по имени Занна А можно по тем, что всё-таки? Да ладно, ладно Директриса по имени Джесси Очень круто со стен счистит песень Тихо, тихо Даже ктулку с ноги Она вправит мозги Директриса по имени Джесси Ой, скажу я вам За контрол я садился с особым трепетом Не, ну а как же иначе Вся игра разработана компанией Remedy А Remedy, надо сказать Это те ещё хитоделы Без иронии Им принадлежит замечательная серия Max Payne Но моё любимое их творение Разумеется, Аллан Уэйк 2010 года В общем-то, после него Компания погрязла в проблемах И частично утратила права на Вейка Фины разве что время от времени Выражали желание однажды вернуться к франшизе Но дальше этого не заходило И потому я и другие фанаты Вейка Обливались слезами Ведь мы никогда не увидим продолжение этой истории Что ж, никогда не говори никогда, дорогой мой зритель Права вернулись в студии И спустя 13 лет в Аскабане Мир увидел Аллан Уэйк 2 Но сегодня не о нём Ведь пока писатель прозябал в тёмной обители Фины трудились над другими проектами К примеру, в 16-м году они выпустили Квантум Брик А в 19-м году Контрол И если с первым я не знаком То вот про второе мне есть что рассказать И я расскажу Ах да, я ж забыл поздороваться Это очень важно Привет! Всё! Ритуалы соблюдены Ритуалы очень важны Особенно сегодня Если учесть, о какой игре мы говорим Как и Уэйк, Контрол рассказывает нам про паранормальщину Контакты с разными сущностями Не только в виде гномика А также является и таким воплощённым психоделиком Где тебя выводят за рамки нормальности Нашего скучного мира Но, к сожалению, для себя я выяснил Что Контрол это пусть не шедевр Но очень крепкий такой орех С отвратительной подачей Из-за которой порог вхождения у игры Не то чтобы прям вот высокий Но он просто какой-то странный Конечно, здесь часто всё упирается во вкус Кому-то и такая подача сюжета нравится Но лично я не люблю, знаете ли Произведения в стиле Кто я? Где я? Зачем я? Лично знаю людей Которые как раз-таки бросили игру Именно по этой причине Им не хватает ясности происходящего Игра при этом держится исключительно на геймплее и интриге И если с интригой проблем нет до конца игры То вот геймплей здесь, скажем так Немножечко необычный И явно на любителя Ну как, наверное, и все игры на этой долбаной планете Но обо всём по порядку Как обычно, мы сейчас рассмотрим и сюжет И геймплейные механики И атмосферу И вот это всё прочее Главное не забывайте Вы ступаете на территорию спойлеров Если хотите их избежать То я без понятия, что вы здесь забыли Ну тогда просто пропускайте части про сюжет Однако, положа руку на что-нибудь Если вы проспойлерите себе нечаянно сюжет То вы не узнаете ничего такого, чего не видели ранее В контроле всё держится лишь на подаче и той самой интриге Ходы предсказуемы Каких-то невиданных поворотов Здесь нет и в помине Немало слабых ответвлений Откровенно слабых И даже сюжет про Алана Вейка Добавленный в DLC Хоть и привносит немало интересных деталей О происходившем в те годы и после Но не несёт каких-то прям вот Откровений или желанных ответов Ну потому что все эти ответы приберегли Для второй части Вейка, что логично Так что не переживайте Вот вам краткий вердикт по игре Кто вдруг пропустил Весьма интересный экшончик с оверповер-рыжей девушкой В главной роли С очень неплохой, но своеобразной атмосферой Шикарным дизайном Крутым, но скудным джедайством И в принципе интересным сюжетом Всё это приправлено хоррорным порошочком сверху И вместо вишенки Та самая история с Аланом Вейком Притом, в отличие от последнего Игра не заканчивается На продолжение следует И хоть ему есть куда следовать История здесь законченная Что очень и очень радует, согласитесь Ну а теперь давайте обо всём подробно Начнём со вступления Того самого, которое, по идее, должно не только задавать тон всей игре Но и заинтересовывать игрока в целом И вот что мы видим Сперва наш протагонист говорит какие-то общие фразы о том Что мир не такой, каким кажется Что за плакатом на стене могут быть скрыты целые миры И прочие абстрактные вещи Аналоги которых вы слышали так или иначе В тех или иных сюжетах это, ну, знаете ли Не что-то такое прям новое Что, кстати, неплохо Завязка как завязка В катсцене же некий бужик в кресле Застрелился из пистолета И далее вместо того, чтобы сказать, что именно происходит Нас сразу помещают в игру Мол, вот некое бюро Которое я столько лет искала А оно скрывалось на виду Что за бюро, почему она его искала Что значится на заставке Было об этом ни слова Но если на заставку пока все равно То было бы неплохо сообщить Хоть какие-то данные о ситуации Как я думаю Кроме имени персонажа Зовут ее, кстати, Джесси И она А хер знает кто она Может суперогенутый Может продавец из пятерочки Ладно Радует хоть что Играть мы будем за красивую попку А то, знаете, я уже насмотрелся На лысых брутальных мужиков И хочу еще Ну его, значит, вхожу я в это бюро Ау, мол, где вы? Ау, есть кто живой? Никого Молчок На ресепшене ресепционист отсутствует Нет, надо так сказать На ресепшене присутствие ресепциониста отрицательно отсутствует Да Офисы пустуют На самом деле вообще никого вокруг нет Кроме разве что уборщика Такой, знаете, хитрый японец Классно озвученный Правда, слушает он финское ретро Да и разработчики финны Так что, может быть, и он тоже финн Кто поймет этих удмуртов, верно? В общем, этот урокуайт со шваброй говорит Иди, мол, в офис директора Здесь недалеко А случилось что? Обращайся Я всегда помогу Окей Этот швабрист явно не так прост Но далее мы заходим в офис директора Который как раз-таки в катсцене застрелился В общем-то, по катсцене трудно понять, что к чему Потому что она сделана в такой, знаете, листилистике Не знаю, как она называется Но обрывки кадров сменяют друг друга с высокой частотой И нихера не понятно То к нашей голове приставляет пушку То к его... Не, ясное дело, что мы поймем все это когда-нибудь потом Но пока что интрига И в принципе это пока не так уж и плохо Так вот, директор лежит мертвый А некто в голове говорит нам взять его пистолет Что мы и делаем После чего попадаем в некое пространство Пустое и белое Где с нами связывается некий совет Притом связь явно траченная До нас доносятся будто бы обрывки По тому голосу не разобрать ровным счетом ничего Субтитры жизнь не упрощают Они выполнены в необычной стилистике Я попробую ее описать Некоторые слова через слэш адаптируются ситуативными синонимами Или иногда даже антонимами Непонятно, да? Ну вот, к примеру, когда тебе говорят об оружии В тексте написано Пистолет, серечь, меч, серечь специально не заполнена То есть как бы до нас пытаются донести суть вещи А не ее форму Оружие, пистолет, меч или любое другое Или вот Это ваш ритуал, серечь, испытание То есть это и ритуал, и испытание Неважно, как назвать, и то, и другое с общей сутью И так во всем Когда доходит до общения с этими загадочными существами Это сделано шикарно И вот этот вот, значит, тот совет Да, вот это существо некое Или их много, непонятно Оно, он, они как раз таки предлагают нам пройти испытание Где нас научат пользоваться пистолетом Вот этим вот После чего мы вернемся в реальный мир в офис Где нам покажут какой-то слайд Голос на котором меня, знаете ли, крайне заинтриговал Ведь это был голос, похожий на голос того самого Алана Вейка Просто я до контрола только что закончил перепроходить Алана Вейка Потому-то и узнал голос, а так бы не догадался в жизни Сразу скажу, что это выстрел в воздух Дело в том, что даже застрелившийся директор Имеет внешность всем уже знакомую Того самого Макса Пейна Но права на него, как это ни странно, находятся не у создателей Потому в контроле данный актер играет просто другого персонажа А теперь представьте, если права вернутся Ну как в свое время пиранье, да? И Пейна введут в лор И прикол, если именно Макс Пейн и будет каким-нибудь директором Например, вот этим вот застрелившимся Вот все сразу запутаются-то Ну и вот, а у Вейка две составляющих Голос здесь, да Но по внутриигровому лору контрола это не Вейк Это другой человек А внешность Алана Вейка списали с финского актера Илку И вот он уже играет Вейка Так же, как частично внешность Макс Пейна Списали с Сэма Лейка С продюсера одноименной игры Так, я чувствую, что запутал некоторых из вас больше Чем меня в начале запутала игра Извините Но действительно, игра пока сыпет скорее терминологии Типа альтернативные мировые события и прочее Но не спешит что-то внятно объяснять Как я пытаюсь объяснить что-то там вам Нам же ставят задачу Идти, мол, вперед и побеждать врагов И после пары перестрелок Мы входим в залитый красным светом зал С огромной пирамидой Которой строил ежик Свисающий с потолка Побеждаем местных врагов И очищаем это место После чего отпираем выживших Забаррикадировавшихся в тайнике Главный среди них говорит Ага, ясно Значит, вы теперь наш новый директор Окей, рада служить О, вот так вот Значит, с нихрена я директор Более того Шастая по локациям Даже до встречи с ней Я встречал висящие на стене фотографии Нашей героини В таком стиле Будто она здесь как минимум Не последний человек Но нет Ни единого упоминания От других работников о том Что мы здесь бывали В сознательном возрасте Нет Нам наоборот Удивляется Мол, как мы вообще сюда попали Это, мягко говоря Очень непросто Нас никто не знал До этого момента А как только мы Подобрали пушку с пола Какого-то хрена Нас знает каждый Хоть и не в лицо Удивительное рядом Знаете, похожая фишка Как с нашим фото Была Спекопс Когда главный персонаж Еще в самом начале Увидел изображение человека Которого там вроде бы И не было никогда Обернулось все это Такой же психоделикой и мистикой Может быть и тут обернется Подумал я Нет, не обернулось Хотя и мистики И психоделики Здесь хоть отбавляй Короче, нас тут же берут в оборот Мол, вы директор А у нас тут знаете ли Кучу проблем Помогите нам их решить Нас тут захватили Какие-то непонятные существа А наша героиня Тут же добавляет Исы Или же шумы Хотя раньше у них Не было названия Окей Но у нас Оказывается Свои цели Мы ищем Некого собственного брата Которого в детстве Забрало бюро А помогает нам Какое-то разумное существо У нас в голове С которым мы Время от времени Телепатически общаемся И про которого Джесси пока не спешит Рассказывать Ни людям Ни игроку Притом На фоне творится Чертовщина Парящие в воздухе Бормочащие трупы Сюрреалистичный Меняющийся на ходу Архитектура Неясный голос Застрелившегося Директора Тренча в голове И притом Почти никакой Внятной информации А какие-то обрывки Ну как вам? Если вам кажется Что я просто Не способен Передавать мысль Красиво Или что-то упустил То нет Я скорее даже Своего добавил Зашедший в игру Игрок Понимает еще меньше Я понимаю Что в принципе У игры такой Стиль Ну что уж поделать Он своеобразный Но вот лично я Например Не очень люблю Такую подачу информации Взять тот же Дарк Соус Да Дарк Соус Берем как всегда В качестве примера Там при всей Дозированности Подачи Мы точно знаем Что произошло По крайней мере Из того что мы Должны знать Для общего понимания Происходящего Да Мы точно знаем Где мы И что происходит Вокруг Просто не знаем Точно Что делать Здесь же Мы не знаем Вообще ничего Да и если В Дарк Соус Мир как бы Мертвый И найти живого Разумного человека С кем можно поговорить Внятно Это целая наука То в контроле Вполне живой мир И хоть бюро И кишит шумами Тут полно Выживших Кучкующихся По углам Что кстати Положительно Влияет на атмосферу Одобряя этот момент Это персональное приключение Не безлихого персонажа А вполне конкретного И хотелось бы Немного каких-то Вводных данных И все это На фоне Алана Вейка Где мистика И сюрреализм Нисколько не мешали Внятному изложению Сюжета И событий С четкой экспозицией В отличие от Контрол Возможно Повторюсь Это дело вкуса Но все же Такое Произведение Рискует быть Непонятым По вполне Объективным причинам Не всем Захочется искать Нечто интересное В бездне абсурда Тем более Что этого нечто Там может банально Не быть А меж тем Лор игры тут Интересен Не только тем Что происходит В одной вселенной С тем самым Вейком А в перспективе Очень надеюсь И с Пейном Но он интересен И сам по себе И эх Так уж и быть Давайте я уже Приоткрою для вас Завесу тайны И расскажу Что происходит На самом деле А то вы же так Сейчас психанете И ролик закройте А я что Я для кого тут стараюсь На Вот А то ведь еще Подумайте Что игра Плохая Нет Это не так Короче Ребят Дело было так Мир Как уже Было сказано Не так Прост Как кажется И помимо Нашего измерения Существует еще Бог знает Сколько других Тоже относится И к разным Сущностям И явлениям Разной степени Разумности Изучением Этих явлений И сущностей Занимается ФБК Не пугайтесь Это федеральное Бюро контроля Хоть это и госучреждение Оно все же Имеет некие Привилегии В частности Базируется оно Не абы где А в неком Старейшем доме Хрен его знает Что этот дом И себя представляет На самом деле Но это больше Похоже Либо на карманные Измерения Либо на проход В другой мир А может быть И все вместе Кто его разберет И вот этот вот Старейший дом Это вот Бюро Оно позволяет Находиться Людям внутри себя При том время От времени Перестраиваться Потому-то Такая странная Архитектура И перестраивается Оно в том числе Под влиянием Внешних сил Но об этом позже Какое-то измерение Время от времени Может начать Проявляться В нашем мире Дело в частотах Колебания миров Если они совпадают То случается Сей казус Если такое проявление Продолжается Слишком долго То появляется Так называемая Зона соприкосновения В которой Наш мир Уже начинает Видоизменяться И также Через эту червоточину Могут проходить Разные сущности Ну и Искажаться Различные вещи Так появляются Артефакты Двух типов Измененные предметы И предметы силы Кто там за голову Схватился Ну-ка отставить Сейчас все объясню Смотрите Очень все просто С артефактами Здесь интересно Сделано Они могут иметь Самую разную форму Потому как Потусторонние силы Что под руку попало То оно и изменило Будь то Окурок От сигареты Детская игрушка Газета Или поезд Есть еще Такой пикантный Вопрос А что если Это будет Там скажем Использованный Презерватив Или Продукт Скажем так Желучно-кишечного Тракта Ну короче Говно Да Ответ положительный Да Это Это может стать Артефактом Но к счастью В игре до этого Не опустились И только Мой больной рассудок Подобную херню Выдает Ну так вот Измененный предмет Приобретает различные Свойства Часто указывающие На его суть Скажем Кинокамера Поместить себя Внутро фильма Рединовый утенок Будет преследовать Первого Прикоснувшегося К нему На манер Живых утят Хотя это Не обязательно На самом-то деле Нередко Такие предметы Оказываются Опасны Прямо или косвенно К примеру Та самая Оточка Довела одного Человека До самоубийства Холодильник Стал пожрать Любого Кто не Смотрит на холодильник А какой-нибудь Розовый фламинго Искривляет пространство Я сейчас Не шучу Здесь Такое тоже есть Здесь целая Прорва подобных Предметов Которые Бюро хранит И изучает Но есть Также и Предметы силы Которые Не только Изменяются Но и содержат В себе силу Способную Передаваться Другим А вообще Интересно Выходит Правда Теперь Друзья мои Когда вы Видите Непонятную Хрень Можете Смело Скорчить Умную Рожу И сказать Это Зона Соприкосновения Да Плюшевый Медведь Разговаривает По взрослевшим Христоферам Робином Так Дерево Садует И зона Соприкосновения Плюшевый Медведь Измененный Предмет Или вот Мастерская Охотника В Бладборне Тоже Зона Соприкосновения А присутствие Луны Потусторонняя Сущность И Кстати Некоторые Источники Называют Живую Тьму С озера Колдрон Присутствием Тьмы Потому что Оно Как вы Помните Формы Не имеет Ведь Если Про Винни-Пуха И Бладборн Была Шутка То С событиями Алана Вейка Это связано Напрямую В основном Соприкосновения Происходят С астральным Измерением Тем Самым Пространством В которое Мы Время От Времени Гуляем Но Как я Уже Сказал Есть И Другие В частности Та самая Темная Обитель В которой Прозябают Вейк И Зейн Это Тоже Одно Из Измерений Где Также Прибывает Та самая Разумная Тьма И В 2010 Году На Озере Колдрон Во второй Раз В истории Проявляется Зона Соприкосновения Только Из червоточины Поперли Не шумы Как в Контроле А живые Тени Но Об Аланивейке Позже Собственно Для наблюдения Изучения И сглаживания Последствий И существует Бюро Оно Основано Около 50 лет Назад И существовало Как обычно Существуют Подобные Конторы Но В какой-то Момент К директору Обратились Некие Внепространственные Сущности Известные Ныне Как Совет И Была Заключена Сделка Бюро Селится В старейшем Доме Внепространственном Здании Охраняет Его И помогает Совету А Совет Также Помогает Бюро С некоторыми Моментами Вроде Предметов Силы А Также Занимается Назначением Новых Директоров Общается Этот Совет Ну Как Умеет Его Речь С тех пор Бюро Невозможно Найти Если Не Знаешь Где Его Искать Либо Только Если Оно Сама Себя Покажет Человеку Или Конечно Если Работники Бюро Тебя Туда Не Приведут Потому То Все И Удивляются Как Это Наша Джессика Их Нашла А Дело Вот В Чем Семнадцать Лет Назад В неком Городке Двое Подростков Она И ее Брат Нашли На Помойке Диапроектор И Несколько Слайдов К нему Этот Самый Диапроектор Оказался Измененным Предметом С очень Интересными Свойствами Каждый Слайд Открывал Натуральный Портал В иные Измерения То есть Тем Даже Просачиваться Не нужно Было Прям Вот С ноги Заходи Открытая Дверь Ну Вот И Кто-то Из Нечайно Приглашенных И Вошел Все Взрослые Пропали Без вести Будто Их Никогда И Не Было А Дети Как Потом Выснилось Начали Видоизменяться И Натурально Мутировать Вместе Со Всякой Дрянью В наш Мир Проникла Некая Бесформенная Сущность Поселившаяся В сознании Джесси Она Называла Его А точнее Ее Полярис Именно С ней Она Всю Дорогу И Разговаривает Увидев До Какого Пи***я Довел Город Этот Долбанный Полароид Она Сожгла Все Слайды Кроме Одного Не Успела Пришли Агенты Бюро И Упаковали Всех Включая Диапроектор После Допроса Джесси Сбежала А Брат Не Смог И С тех Пор Она 17 Лет Ищет Это Бюро Свиду Прям Как В Гарри Поттере Самое Обычное Здание То есть Рандомное И Не Поймешь Где Оно Может Находиться Но Внутри Оно Как Видите Чуть Больше Чем Снаружи Да Ну А Забрали Ее И Брата В Бюро Вовсе Не Только Для Допроса Но И Для Прохождения По Программе Идеальный Кандидат Дело В том Что Предметы Силы Могут Передавать Ту Самую Силу Только Людям С Определенным Набором Генов Да Это Ассасин Скрит Такой Своеобразный И Потому Раз уж Бюро Сталкивается С разной Паранормальщиной То Директор Должен Быть Во все Оружии И Потому Кандидатов Подбирают И тщательно Готовят Иногда Судя по всему Против Их воли Как Брата Джесси Сама Джесси Тоже Была Кандидатом На Директорство Но Сбежала Еще Кандидатом Был Сам Аллан В Но Он Сгинул В темной Обители Ему Сейчас Не до Кандидатства Пока Что Его Значит Пришла Такая Джесси В бюро За братом Мол Драсте А я В ответ Кресло Директора Покрасти Намол Садись Как Раз Таки Наш Директор Застрелился Опачки В общем Столько Лет Она бегала Одновременно И от Бюро И за Бюро А в итоге Внезапно Стала Его Директором Весело Правда И теперь Она Не только Ответственна За это Самое Бюро И людей Внутри Него И должна Им всем Помочь Но И также За своего Брата И должна Найти И его В том числе Вот такая Вот загогулина Федор Михайлович Сразу Стало Все понятнее Да Однако Загвоздка Как вы понимаете В том Что это Я вам Сейчас Все на Тарелку Вывалил А игра Рассказывает Все это Раз в час По чайной ложке Это не минус Ни в коем случае Но Честно говоря Такой стиль Подачи событий Мне Как я уже говорил Не очень нравится Могли Хотя бы Историю Про Отчужденного Брата И месть Героини Сразу Выдать Хотя бы Было бы Понятно Куда И зачем Мы приперлись В конце концов Человека Должно Вести Сопереживание Персонажу Мотивация Но Ее нам Сразу же Почему-то Не дают И имеем Что имеем А кстати Что мы имеем Почему трупы Висят в воздухе И что это за Враги такие А дело в том Что мы пришли сюда В очень веселое время Как обычно бывает Бюро Опечатано Туда не только Войти никто не смог бы Но и выйти Теперь нельзя Дело в том Что внезапно Появилось Больших размеров Зона соприкосновения И бюро Заполонили Некие сущности Сами вы В виде гномика Нет Они бесформенные Как и Живые тени Кстати Но они Захватывают Разум А затем И плоть людей Превращая их В так называемых Исов По официальному Переводу От которого Корежат фанатов Или Шумов По озвучке От Games Voice Вот потому-то Вся эта чертовщина Вокруг и творится До вторжения Ученые успели Изобрести РОГ Резонансный Высилитель Гудрона То есть Извините Гидрона Кто их носит Тому шумы Пофиг А кто не носит Тот сам Скоро станет шумом Более того Шумы влияют На старейший дом Ну то есть На само бюро И то Начинает Колбасить В итоге Пространство Здесь изменяется Невероятным образом Однако Частично Мы можем Исправить Это захватывает Точки контроля Мало того Так еще и Из астрального Судя по всему Мира В наш Просочились Некие Споры Плесени Которые Заразили Людей И теперь Часть бюро Натурально Заросло Плетенью Так что Прям не узнать Да и Людей Это тоже Касается Они стали Споровыми Зомби И сгинуть Бедным Бюрократам Вместе С их Долбаным Бюро Но тут Пришли мы Идеальный Кандидат Который Не только Умеет Обращаться С оружием Но и Пользоваться Силой Артефактов В которые Входит Телефон Принимающий Звонки Из того Света На секундочку И теперь Наконец Старейший Дом Сможет Нашими Силами Взять Реванш Если Помните Лет 15 Назад Выходила Такая Игра По Звездным Войнам Force Unleashed Она По идее Предлагала Нам Очутиться В шкуре Такого Знаете Овер Павер Джедая Рвущего Врагов Налево И направо Идея В общем-то Хорошая Правда Реализация Так себе Мешала Ощущению Могущества Слэшерная Составляющая Световая Дубинка Конечно же А главное Достаточно Мощные Враги Не согласны С тем Что ты Крутой А вот Про Контрол Можно Как раз Сказать Что Она Именно Что Дает Игроку Ощущение Мощи Притом Выдерживая Баланс Сложности Джесси Хоть и не джедай Но разрывает Врагов Очень умело И так Наша Рыжая Попка Умеет Следующее Обращение С оружием Казалось бы Ну что Здесь Такого Ну конечно Перестрелки Перестрелками Но даже Их здесь Реализовали В своеобразной Форме Тот самый Пистолет Который Подобрала Героини Это Очередной Предмет Силы Оружие Изготовленное По непонятно Какой Технологии Либо же Измененное Настолько Что уже Неясно Как оно Работает Тем не менее Со временем Собрав Материалы Джесси Сумеет Пересобрать А точнее Научиться Придавать Оружию Иную форму Конечно Из пистолетов Базуку Оно не Трансформируется Хотя Почему Очень даже И так Первая форма Пистолета Обычный Пистолет Нужно сказать Что у магазинов Здесь нет А значит Нет и этого Микроменеджмента Патронов Они на правах Артефакт Регенерируется Сами Со временем Скорость Зависит От примочек На оружие Но в целом Довольно быстро В общем Этот пистолет Он просто Полуавтоматический Пистолет Что еще О нем Можно сказать Меткий В меру Мощный Эта форма Называется Хватка Следующая форма Называется Заряд Натуральная Ракетница На три выстрела Либо С задержкой Сразу тройной Как итог Мощный взрыв Обычную пехоту Очень хорошо Раскидывает Правда Нужно помнить Что здесь От таких взрывов Самому Можно отлететь Вот Я так себя Не раз Убивал Следующая форма Вращение Это уже Автоматический Скорострельный Пистолет С низкой точностью Но довольно Высоким уроном И темпом стрельбы Кумулятив Всего два выстрела И те нужно Зажимать И отпускать Но зато Бьют далеко Метко И очень мощно Что-то вроде Снайперской винтовки Только в форме Пистолета Осколки Это уже дробовик Стреляет Собственно Дробью Ну и исследуя Дело вайка В DLC Мы сможем Собрать еще И выброс Стреляет Тремя липучими Бомбами И потом Разом Или по одной Их взрывает Достаточно Мощно К слову Немного Похож на Пистолет Скорпион Из Mass Effect 3 То есть Как видите В одном Табельном Оружии Умещается И базука И снайперка И дробаш И еще Много чего Ну прелестно Как по мне В разных ситуациях Против разных врагов Также С разными Тактиками Эффективны Будут В первый момент Заменить Одну форму На другую Все же Носить с собой Одновременно Способны Только две Из них Зато Переключаются Они нажатием Одной кнопки Без отрыва От прицела Быстро И удобно И да Начнется Перестрелка Здесь с ней Полный порядок Не скажу Что прям Какой-то Продвинутый Шутер Но вполне Бодрый И интересный При всем этом Управление Персонажем Ощущается Необычайно Плавным Может быть Это потому Что я только что С плойки С ее вечными Тридцатью кадрами Слез А может быть Потому что Я наконец Сменил геймпад От хуящика 360 на Коробку 1 Так что Возможно Я и ошибаюсь Но вообще Мне игра Показалась Очень плавной Серьезное Ощущение Разноса Всего живого Дает Продвинутая Физическая Модель Игры Прямо Как пытались Сделать Форст Анлично Только подумай Тут Очень неплохая Система Разрушений Как окружения Так и Всякой мелочи Типа Раскроить Ящик В натуральной Щепке А статую В мраморную Труху Плюс На стенах Как заведено Висят всякие Огнетушители Или иногда Какие-нибудь Взрывоопасные Фиговины Которые Конечно же Тоже Будут рады Долбануть В самый подходящий Момент Конечно Есть и Откровенно Слабые Стороны Этой механики К примеру Отсутствие Возможности Препадания К укрытию В целом Я даже Понимаю Почему Бой в игре Очень динамичный Подинамичнее Чем в некоторых Слэшерах Я бы сравнил Это с каким-нибудь Ласт эндом Типа Арены Муспельхеем С Год оф Вор Эта игра Явно не пропозиционные Перестрелки Да и противники Хоть и не блещут Особым интеллектом Вполне стараются Тебя окружить Обойти с фланга Или со спины И довольно часто У них это получается Плюс Система лечения Также основана На движении Дело в том Что у нас Нет регенерации Здоровья Со временем Мы лечимся Только такими вот Синими частицами Которые выпадают Из врагов Когда тот получает урон Соответственно Ты можешь стоять На одном месте И стрелять Но если тебя сильно Ранили и вот-вот убьют Хочешь не хочешь А придется делать Вылазку к этим самым Лечилкам Вот кстати Хоть преподания К укрытиям и нет Есть возможность Сменить плечо И сделано это По-человечески Но просто Если помните Валанвейк Было такое Там это было сделано Удобно в целом Только вот Игра на ходу Постоянно переключала Плечо Обратно На удобную С точки зрения игры Позицию На левое плечо При том что я правша И мне удобнее Вести огонь Справа Блин плеча Контрол уже Не позволяет Себе таких вольностей Плечо меняется Только по команде Вниз на крестовину Но зато Камера смещается Так незначительно Что честно говоря Особой разницы и нет И какого-то Тактического удобства Типа стрельбы Из-за угла Такая возможность Вряд ли предоставит Тем более что Временами ты В попытке занять То самое укрытие И будешь натыкаться На разбросанные объекты Все еще имеющие Физическую модель Ну то есть Если тебе под ноги Попалась какая-нибудь Тележка Или погрузчик Ты об него Конечно же Споткнешься И это потерянное время Может стоить тебе жизни Честная физическая модель Дулит и хумал Кстати уже с самого начала Ты можешь нажатием На правый сосок Твоего геймпада Не перепутай Обнаружить Что героиня Становится в позу Гуся И шурует Этим самым Гуськом Сперва я подумал Что здесь еще есть Стелс Нет Нифига Ниньей быть Ниньзя Это просто попытка Компенсировать Отсутствие Преподания К укрытию Низкий контур Если угодно Выглядит и работает Немного неуклюже Но работает Более того Можно прицелиться Заранее во врага И выпрямившись Сразу начать в него стрелять Но из-за общей динамики боя И неусидчивости врагов Которые так и норовят Побегать по полю боя Эта тактика Применяется не часто Но все-таки Стрельба это хорошо Однако скажу честно Она здесь не главная У нас же так мало игр Где можно пострелять В противника И стандартного В общем-то Набора оружия Да Кому нужна эта псионика Но на самом-то деле Игра была И в половину бы Не такой интересной Если бы не Спецспособности героини Недаром же она Оверповер у нас Двигаясь по сюжету Мы будем постепенно Натыкаться на артефакты Те самые предметы силы Однако Как измененные предметы Предметы силы Были заражены шумами И потому начали буянить Например Как вам сбежавший светофор Который попеременно Светит тремя цветами И если на красный Не замереть Он тебя телепортирует Нафиг Ну и другие подобные Упоротые предметы Их Джессика Кстати Как будет Джессика На русский манер Женя В общем Их Евгения Очистит И заодно Примет их силу И где-то к середине игры А может быть даже раньше Заполучит Все их джедайские силы Толчок Я ни на что не намекаю Это такая Околоспособность На самом-то деле Это просто рукопашная атака Да Она как бы считается Отдельным способом Ведения боя Но посмотрите Это просто силовой толчок С коротким откатом Вот и все Потому я поместил его В способности Тем более Он также прокачивается Только работать им скучно Нафига Когда есть Кое-что покруче Первое Что нам откроется Телекинез Женечка поднимает руку И хватает телекинетически Какой-нибудь предмет А затем Швыряет его во врага Предметов вокруг Всегда в достатке Над дизайном Здесь поработали Включая микродизайн Все бюро завалено Мелкими предметами быта Все перечислять Замучишься Да и надо ли Просто посмотрите на это Но даже если Под рукой Ничего не окажется Женька не отчается И нахрен Выдернет плитку Прямо из напольного покрытия Да Правда Чем крупнее объект Тем больнее он ударит В игре Это прямо не указано Но по моим наблюдениям Это так Ведь здесь Не только Отличная разрушаемость Но и с Рэгдолом Беды нет Трупы врагов После смерти Тают в воздухе В красной дымке Шумов Но при жизни Они Например При попадании Из оружия Могут падать Кувыркаться И выдавать Прочие кульбиты И например Брошенная каменюка Летящая по прямой Не будет спрашивать А можно ли Врезаться в того Кто стоит За основной целью Ты как из пушки Пальнул Кто стоял На пути снаряда Тем большой привет Немного неудобно В телекинезе То что ты Не контролируешь Какой именно Предмет В полу битвы Захватишь Но с другой стороны А оно тебе Надо вообще Отвлекаться На подобное Притом Часто все работает Очень даже хорошо Вот например Ты поднял Тумбочку Позади врага И он сперва Получит ей По затылку Когда ты будешь Ее так сказать Притягивать к себе А потом Еще раз Когда ты Ее метнешь Это две полноценные Атаки И разве это не круто Конечно круто Круче Только прокаченные На максимум умения Когда ты можешь Поднять до трех Предметов Сразу Метнув Все три Предмета Во врага Ты не оставишь Шанса Почти никому В этой игре Честно говоря Телекинез Здесь просто Уделывает Почти всех Подряд Против Несколько Боссов Он почти Бесполезен Но По основному Сюжету Он практически Имба Разве что С самыми Крутыми Врагами Он не будет Справляться Мгновенно Ну и Маги Одни из Самых Сильных Противников Ставящая Еще и Щиты И Также Пуляющая В тебя Что ни попадя Вот они Да Отлично Сопротивляется Твоему Телекинезу Но и То Не то Что Прям Вот Долго Так же Сложнее С ним В DLC Но Там В принципе Уровень Врагов Серьезнее Чем В оригинале А еще Ты можешь Ловить Ракеты На лету Или Откидывать Гранаты Обратно В противника Это не всегда Удобно Ибо Напомню Что Телекинез Выбирает Часто Близлежащий Объект Который Не всегда Ракеты Или Граната Но Удобнее Это делать С прокаченным Навыком Когда После захвата Первого Предмета Просто Жмешь На курок Для захвата Двух Других Как бы Магните К себе Всякие Там Гранаты Ракеты Тайминги Выучить Очень легко И результат Веселый Самое Забавное Что Пока Ты Держишь Эти Гранаты Ракеты В захвате Они Не рванут Так Что Время Прицелиться У тебя Есть Честно Говоря На фоне Телекинеза Остальные Способности Кажутся Не такими Внушительными Но Они Определенно Заслуживают Внимания Например Захват Разума Директриса Умеет Брать Врага Под Контроль Такой Вот Каламбур Для Этого Необходимо Опустить Здоровье Противники Примерно Процентов До Двадцати Затем Нажать На кнопку И Героиня Переманит Супостата Вообще Умение Наверное Весьма Полезное Переманенный Мало Того Что Помогает В сражении Отвлекая На себя Врага И Нанося Ему Урон Так Еще И Не Приходит В себя По Истечению Времени Контролю Он Просто Умирает И Кстати Хоть Во время Захвата У него Мало Здоровья После Захвата Оно Обнуляется Тут Значение Имеет Только Срок Захвата Он Не Очень Долгий Но Его Можно Увеличить Прокачкой Также Прокачавшись Можно Захватывать Тяжелых Врагов С теми же Условиями 20% Здоровья Удручает Разве Что Скорость Захвата Она Мелепизерная А во время Процесса Ты Очень Уязвим Хоть И Можешь Спокойно Перемещаться Туда Сюда Захватываемая Цель Притом Не Движется Но Вот Его Дружки Пирожки Вполне Однако Ж Скорость Очень Хорошо Увеличивается Личными Модулями О них Позже В итоге Захват Можно Сделать Очень И Очень Быстрым Всего Можно Захватить Две Вражьи Морды Хотя Аннигиляция Врага Будет Не Такой Быстрой Как Случай С телекинезом Но С повышением Сложности Скорее Всего Пушечное Мясо Вам Не Помешает Еще Одно Умение Это Щит Я Не Уверен Но По-моему Оно Факультативное И Я Его Чуть Не Пропустил Хотя Здесь Могу Ошибаться Однако Поднатужившись Дама Выдирает Опять Таки Из Пола Плитку Или Собирает Близлежащие Мелкие Предметы И Выстраивает Вокруг Себя Из Них Барьер Щит Можно Держать Сколько Угодно Мана При этом Не Тратится Она Берется Только Во время Каста Но Щит Конечно Имеет Свою Прочность По Истечению Которой Ломается Если Вкачать Очки В навык Щита То При Поломке Он Будет Запулен Во врага А Очень Удобно Вообще Щит Это Крайне Полезная Способность Очень Помогать Знаете Таким Ёжикам Как Я Которые Любят Позиционные Перестрелки А потом Обнаруживают Себя При Смерти На Одном Конце Зала А Лечилки На Другом Тогда Под Щитом Ты Рывком Бежишь Их Собирать И Это Работает Но Построить Внятный Билд На Этой Способности Я Не Более Того Он Не Наносит Какой То Заметный Урон Разве Что Можно Разогнать Силу Тарана Камнями Как Вариант Но Это На Любителя Кстати О Рывке Эта Способность Есть У нас Буквально Со Старта Наравне С Рукопашным Ударом Это Просто Рывок В Сторон На Небольшое Расстояние Плюс Очень Удобно Уходить Из Да Хоть С Тем Ж Щитом Или С Левитацией О Да Детишки Ушки На Макушке А то Зарежу Контрол Наверное Самая Лучшая Левитация Всех Что Я Когда Либо Встречал Не Скажу Что Я Прям Играл В Огромное Какое То Количество Игр С Левитацией Но В Немалое И Это Лучшая Левитация Если Зажать Прыжок Рыжая Жжение Вспорхнет Акибабочка На Довольно Приличную Высоту А Далее Лети На Средних Скоростях Куда Души Угодно Но Только По Осям Х И Игрик То Есть Высоту Лететь Ты Не Можешь По Истечению Времени Способности Ты Начинаешь Медленно Опускаться Медленно И Плавно Чтобы Не Разбиться Впрочем Плавный Спуск Можно Отменить Если Уверен Что Не Шмякнешься Задницей Бетонный Пол При Прокачке Левитации Увеличивается Срок Полета А Также Появляется Возможность Словно Палать Смоук Даться Жопой Ози Прямо Очумевшим Врагам На головы А Вы Как Думали Женская Задница Когда Она Сверху Страшное Оружие Да Но Опять же Этот Прием Скорее Как Спомогательный Если Прокачать Его То Он Весьма Мощный И Способен Разбить Кучу Врагов Одним Махом Но В то же Время Он Лишит Тебя Всей Энергии Разом А Заодно Если Вдруг Кто Выживет Сделает Себя Для Них Легкой Мишенью Можно На этом Построить Тактику Да В целом Можно Но Не Везде В бою Это Удобно Делать Ну И Левитация Сама Просто места Куда Пешком Не Зайти В том Числе Сюжетные Занимать Тактически Выгодную Позицию На Возвышении Это Крайне Удобно Плюс Левитация Не Тратит Энергию Никак Не Ограничивает Действие Мы Можем Совершать Рывки Стрелять И Колдовать Не Прерывая Полета Что На Деле Выглядит Очень Круто В основном Именно Левитация Создает То Самое Плюс Летящий Человек Окруженный Грудой Камней Это Действительно Эффектно И Эффективно И в целом Левитация Помогает Также Гасить Урон От Падения В любой момент И состояние Аааа Можно Перейти В состояние Пёрышка Прямо Как В Морровинде Возможно Джесси Грязный Нуах Кто Знает Этих Имперцев Поэтому Любой Глубокий Колодец Или Просто Сокращение Пути Методом Хоть Балкона Тут Левитация Спасет Правда Скажу Что Еще До Обретения Левитации Рывок Также Гасит Любой Урон От Падения Если Применить Его На Безопасном Для Падения Расстояний От Земли А Позже Это Становится Просто Неактуально И Ты Спросишь А Вот За счет Чего Происходит Сие Воплощение Неведомой Силы Короче Есть Полоска Маны А А че Вот Ты В Мой Рассказ Встреваешь Отвечу Я Я Как Раз Собирался Об Этому Рассказать Да У нас Есть Полоска Энергии Которую Жрут Наши Выкрутасы Ну Кроме Левитации И Удара Одна На Все Про Все Ее Также Можно Прокачать Или Ускорить Ее Регенерацию И Да Восстанавливается Она Так же Как И Патроны Сама Шести Способностях Знаете Не так уж Много Если Подумать В том же Вейке С вооружением Было Все Намного Скуднее Хотя Сравнивать Контрол С вейком Глупо Совершенно Разный Подход К боевке Контрол Держится Не только На крутых Инструментах Умерщвления И ощущения Могущества Еще Одним Столпом Усиливающим Ощущение Того самого Могущества И атмосферы Боя Является Динамика Подкрепленная Разрушаемости Как в какой-нибудь Рэдфэкшн Но после Даже Не очень Серьезного Боя Можно Обнаружить Окружение Значительно Покоцаным Оторванные Пуски Некоторых Стен Колонн Раскреначенная Мебель Разбросанные Мелочи В виде Той же Мебели И иных Предметов Быта Искрящая Проводка Лопнувшие Огнетушители Покрывшие Окружение Пеной И это Все Последствия А вот Во время Боя Все это Тебе Прямо В харю Прямо В харю И та Самая Пена И каменная Крошка И пыль И все Это На высоких Скоростях Ведь Даже Если Просто Бегать И стрелять Не прибегая К суперсилам Получается Очень И очень Бодро В отличие От Александра Проснувшегося Выдыхавшегося После 15 Секунд Спринта Евгения Явно Держит Себя В форме И не устает Вообще Видимо Ходит на шейпинг Я не знаю Может от того И задница такая На самом деле Она плоская Я и покруче встречал Все Услышали Да Успокоились Ладно Продолжим Но на самом-то деле Выносливость Ее понятно Чем обоснованно Столько от бюро Бегать 17 лет Да еще и не в Аскабане Люблю женщин Которые не устают Я разумеется Про персонажей А вы о чем подумали Ни о чем не подумали Ладно Чего же так болюсь В целом Боевая система В конторе Действительно Способна Удерживать игрока Она интересная И зачастую Захватывающая Но Есть как обычно Нюанс Но я вас Помучаю И расскажу о нем Позже Когда дойдем До врагов Потому что Я люблю Помучить своих жертв Прежде чем Утопить их В темном океане Оху Историй Вы знали Куда шли А вот Знала ли Джесси Куда шла Едва ли Она не то Чтобы охреневать От происходящего Она уже Повидала Некоторое дерьмо Как в детстве Так и впоследствии К тому же У нее в голове Сидит бабай И нашептывает Всякое А вот игрок Да Он охреневает Вспомните К тому же Насколько он Информирован На этот момент А именно Почти ненасколько Итак Что мы имеем В целом Некие сущности Да отстаньте Вы своими гномиками Ну честное слово Захватили бюро И порабощают Тела людей Нужно с этим Разобраться И всюду Творится натуральная Чертовщина К примеру Джесси слышит В голове Голос Застрелившегося Директора Тренча Но слышит Невнятно Вот беда-то Согласитесь На что ей Советуют Добраться До предмета Силы Это некий Телефон С одной кнопкой Принимающий Звонки Аж на С того света На самом деле Не только С того света А из любого Измерения И нет Он не связывает С мертвыми Он скорее Интерпретирует В образы Мысли Умершей Личности Относительно Ситуации Как-то так Да Игра Любит в подобные Ударяться И это Несомненный Плюс Сам телефон Конечно Выглядит Аутентично Старый И странный По нему Еще Лично Товарищ Сталин Звонил И говорил Всех Расстрелять И мы Держим Путь И мы Держим Путь к этому Телефону Но просто Так Пройти туда Пока возможности Нет Враги Повсюду А силушки Богатырского Джесси Пока что Нет Зато Тут Есть Как раз Таки Недалеко Некий Предмет Силы Оскверненный Шумами А значит Нам туда В итоге Перестрелка В большом Холле В меня Кидаются Бутылками С того Конца Зала А я Спрятался За мусорным Бачком Который В итоге Раздолбали Так Проходят Первые Этапы Игры Что уж Там Но Скучно Не было Правда Однако Здесь и далее Несмотря на Вполне Хороший Сюжет Я Вынужден Признать Что Событийно Не происходит Ничего Такого О чем Было бы Интересно Рассказать В отличие От того же Вейка Или Скажем Год оф Вор Где Буквально Каждый Шаг То событие То история То катсцена Катсцен В контроле Сгульки Нос Чуть больше Чем Вот этих Внятных Объяснений Происходящего И если Последний Это хрен с ним Такой вот Стиль подачи То катсцены А точнее Почти полное Отсутствие Какой-то Режиссуры Это странности Геймдизайна Потолок Два ракурса Восьмеркой При разговоре С NPC Режиссура Сценки там Всякие Диалогики И прочее Разбавили бы Пустоту Между сценарными Событиями Обычно В играх Так и делают В том же самом Вейке То сам Алянь Что-нибудь Говорит То с ним Кто-то Зарядом Исключений И тем не менее Повторюсь Сам сюжет Здесь хоть и Не гениален Но весьма Интересен Что конечно Не в последнюю Очередь Заслуга Отличного Лора Однако Давайте вернемся Именно к сюжету Предметом силы Оказывается Странная дискета Размером с пластинку На ней Вроде как Хранились Коды запуска Ядерных ракет Бородатых годов А теперь Эта дискета Научила Джейси Целекинезу Вот Уже С этого момента Играть Становится Многократно Интереснее Однако В голове Снова вещает Директор Снова непонятно Че он хочет Очень нужен Телефон Часто места Где содержат Такие вот Супермощные Артефакты Скрыты Особым образом Путь ведет В тупик А в тупике Веревочка Трижды дернув За которую Джейси Переместится В гостиницу Оушенвью О Гостиница Это тоже Интересная находка В общем Здесь не очень Понятно Имеет ли гостиница Физическое воплощение В реальном мире Потому как В одной из посещений Мы будем слышать Голоса неких людей По разговору Которых Создается ощущение Что это Обычные прохожие Но Входная дверь Им не откроется Потому что Как минимум Нутро гостиницы Это отдельное Измерение Работающее По принципу сна В правом крыле На дверях Нет номеров Только некие символы И наша цель Всегда за Средней дверью Но она сперва Всегда опять же Закрыта Ключ можно получить Решив Несложную головоломку В левом крыле Где двери Уже с номерами И открывается По очереди Звонком Загадки разные Иногда в комнатах Все вверх ногами Иногда нужно Синхронизировать Положение предметов По итогу Мы получаем ключ И судя по всему То самое правое крыло Ничто иное Как врата В разные измерения В частности Вот эта вот дверь Это дорога В наше измерение Я вам даже больше скажу Вот эта вот Помеченная спиралью Дверь Судя по всему Портал в темную обитель Именно оттуда Бюро внезапно Получило информацию Об Алане Вейке Да и лично Джесси в одноименном Дилсе Открывает Именно эту дверь Гостиница открыта Не только для нас Но изучение Всех подобных Аномалий Дается бюро Нелегко А гостиница Один из самых Непонятных Для него объектов Как только Не пытались Наблюдать За ней И ставили людей И оптоволоконные Камеры И много чего еще Но приборы Либо ломались Либо ничего важного Не замечали А люди вроде Замечали Но краем глаза Как-то и будто Уже уходящих В двери Существ Неизвестно каких Неизвестно даже Не показалось ли им это Таковы уж Правила сна Хотя Имеет ли по-настоящему Сон Как явление К этому измерению Какое-то отношение Пес его знает И от этого Становится еще интереснее В общем Это действительно круто Но это все лор Геймплейно Мы В некоторые сюжетные моменты Просто дергаем за веревочку Попадаем сюда Решаем несложную Легкую Очень головоломку Наслаждаясь атмосферой И проходим Куда надо И Вот мы наконец Вышли к телефону По которому нам И Звонит Если так можно сказать Тренч Это Директор прошлый Кто вдруг забыл Его зовут Тренч Фамилия такая Не русская Но если вы думали Что теперь его речь Станет внятной И понятной То Нет Не станет Скорее Это обрывки фраз Смысл которых ясен Но внятным Это не назвать И так как телефон Позволяет связываться Возможно С любой Внепространственной Личностью То Кто звонит И что вообще Хотел Хер его знает Но Как я потом выяснил Это все Придурь игры Вот Завигай вперед В ней полно записок Которые можно Перечитать в меню Или аудиозаписи Которые можно Переслушать в меню И логично Что когда ты их Воспроизводишь В игре И из меню Они звучат И написаны Одинаково Но вот Телефонных звонков Это почему-то Не касается Оказывается То что мы Слышим в момент Получения сигнала Вот эти вот Обрывки Можно воспроизвести Из дополнительного Меню материалов И уже там Это будет Полностью Понятная речь Вот как До этого Нужно было догадаться Вкладка с материалами Нужна для того Чтобы прочитать То что не успел Например Или просто Если захотелось Что-то прослушать Еще раз Ну что за бред В итоге Я узнал Об этой фишке Уже в конце игры То бишь К концу Последнего DLC Это не стало Критичным Для понимания Сюжета Даже для Восприятия Игры Но Вообще-то Это знатный Пласт лора Вот эти вот Все Потусторонние Звонки Пока что Из слов Тренча Становится Понятно Что он Считает Важным Для нас Найти его Команду Ведущих Специалистов С которыми Он работал На что Уже Живые люди Нам заявляют Что мол Да Были такие Но в бюро Сейчас бардак Кто куда Сгинул И живы ли они Вообще Непонятно Иди Сходи Посмотри Че там Ну мы и пошли Директор мы Или где И в одном Из офисов Провалились Через обрушившийся Пол Прямо В отстрал Захерись И нам говорят Мол А слияние С астралом Прям тут Нефиговое Все из-за Предмета силы Это Только не смейтесь Лошадка С карусели Вау Полегче Но вообще Я уже говорил Что здесь Серта Факты такие То резиновая Уточка Навального То светофор То коляска Не хватает Только вантуза Или резинового Дилды с Эбэя Но вообще Подобный подход Картефактам Придает лору Своеобразный шарм Которого нет У других Это напоминает Мне неприметные Порталы в Патериане В виде рваных Башмаков И ржавых масленок В общем Лошадка Одарила нас Уклонением Но вот беда Дальше не пройти Нужны еще ключи А ключи есть У уборщика Ну понятно Возвращаемся К этому старому финну Явно Внепространственному И этот внепространственный дед Нам говорит Говно вопрос Буквально Мол Реши наш вопрос С говном И я помогу Здесь некие Вентиляционные шахты Поросли Всякой дрянью Такой же Внепространственной Так что Мне говорит Нужен помощник В смысле Тебе что Тряпку отжимать что ли Ну почти На тебе Зубную счетку Иди говно Чисти А как я его чистить Буду А вот так Раз 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 И кстати Опасайся Дерьма демона Ну ладно Пришел я в шахты А там действительно Дерьма демон Я в него выстрелил А он в ответ Говной В меня Как Плюнет Аж с ног До головы Окатил Падла Но работа Есть работа Я прям Натуральный Мистик Говно чист Но дело сделано Возвращаюсь Говорю Все Маг стихии Говна Работу закончил На что Японец Мне говорит Окей Вот тебе ключ Но помни Я помог тебе А ты за это Поможешь мне Когда я тебя попрошу Я конечно понимаю Что ты такой же Полотер Как я директор Но вообще-то В конце концов Я что сюда Говно убирать За всем бюро Пришел что ли Кто тут главный Возвращаемся В хаб локацию Куда уже потихоньку Начали стекаться Выжившие Там заправляет Наша секретарша Эмили Мы признаемся Что мы сюда Не директорствовать Пришли А брата искать Рассказывает Как подростками Нечайно натворили Дел Впустив мир Каких-то тварей Но кроме тварей Пришла та самая Полярис И прогнала их Ну и Эмили Вошла в положение Недаром она красивая Говорит Ну раз уж ты директор То тебе и решать Да Брат где-то в бюро А именно В неком Паноптикуме Где хранятся Артефакты И иногда Опасные заключенные Вроде твоего брата Идиота Так что Иди проведай Но сперва Я решил попродить По окрестностям Повыполнять Случайные квесты Нашел Заплесневелый Нижний этаж Где мне ясно Дали понять Что сюда пока рано Но локация Дико красивая Плетенью Все заросло Просто прелесть А еще нашел комнату Где испытуемые Прослушивали песню Группы Поездов Зо фол И я с радостью Побыл Испытуемым Ведь песня Оказалась Из списка Любимых Но вообще Особо долго Я пока решил Не бродить И направился Дальше По интригующему Но пока еще Откровенно Скучноватому Сюжету И вы спросите А против Кого же Применяются Все эти суперприемы Нашей героини А я отвечу Хватит мне Перебивать Я как раз Собирался Об этом сказать Так вот Важная часть боевки Это конечно Те с кем Боевка Это ведется То есть Вражьи морды И с разнообразием Здесь беды нет Сперва Нам встретятся Самые обычные Пехотинцы Которые бегают И стреляют Затем Постепенно В их ряды Попадают И иные твари К примеру Тяжелый Пехотинец В бронежилете Да Тут у некоторых Врагов Вроде Такого Вот Есть еще Броня Которую Сперва Нужно Пробить И Которую Либо ударными Дымовыми Гранатами Которые Бьют Не больно Но часто И дымят Прям тебе В харю Либо Пулеметом Что уже Конечно Опаснее Особенно Если Варежку Разевать Это Че Это Мы В психодерическую Игру Шли Чтоб Обычных Людей Стрелять Что Ли Спросите Вы Да Сдолбали Вы Перебивать Я Собижусь И уйду Ну и Вот Да Эти Самые Обычные Но Как вам Совсем Изменившиеся Человеки В виде Ползающих А точнее Левитирующих К тебе Взрывных Хрипящих Тварей Подпусти Такого И шарахнет Будь здоров Да и Если Пристрелить Через секунду Тоже Долбанет Так что С ними Нужно Поосторожнее Позже Эти твари Научатся Левитировать Еще и В высоту Так что Нападать Будут Прям Сверху Но Не только Они Очень скоро Появятся Летающие Человеки Не часто Но Больно Что-то Там Поколдовывающее А позже К ним Присоединятся Их коллеги Сидящие На стульях Это Кстати Вроде Те Испытуемые Из отдела Парапсихологии Они Так Преисполнились Что Парят Над миром Не слезая С табуретки И тоже Закидывают Тебя Колдунствами А если Копать В сторону Алана Семеновича Вейка То Там Вообще Натуральные Летающие Спецназовцы Эти звери Вообще Упороты В корягу Вся Вот Эта Вот Банда Очень Любит Уклоняться От Запущенных В них Телекинезом Предметов Думают Что Против Лома Нет Приема Они Просто Еще Не Знают С кем Связались С Рыжей Бабой С Плосковатой Задницей Компенсирующей Сеней Достаток Могучей Псионикой В общем Если Пульнуть В таких Предмет Они Обязательно Уклоняться Но Тут Же Бульните В них Еще Один Притом Не Длинным Броском А Коротким То Есть Не Ждите Пока Предмет Подлетит К вам А Сразу Как Он Поднялся В воздух Бросайте Да Так Тоже Можно И От Такого Они Уже Почти Никогда Не Успевают Увернуться Мастерство Не Пропьешь Зря Что Ли В Хогварте Мандрагору А Как Вам Ваншотищи Невидимки Да Это Местные Полтергейсты В рот Неизмененный Предмет Эти Мразеологизмы Одним Своим Ударом Снимают Здоровье Столько Что Остатка Хватит Лишь На Один Чих В твою Сторону Буквально О камешек Споткнешься И труп Даже С малость Прокаченным Здоровьем Сильно Прокаченным Конечно Остается Побольше Но Вообще Сила Этих Палить Воздух На Лугат И попасть Но Все Не так Уж Просто Один На Один То Еще Ладно А Если В разгар Боя Особенно С боссом Это Крыса В крысу Подкрадется Словно Крыса И Как Гаркнет Тебе В ухо Ваши Документы И Все Смерть Считаю Этих Тварей Самыми Опасными Даже Более Опасными Чем Долбанные Маги Да В какой-то момент Против нас Выдвинут Таких же Псиоников Как и мы Правда И сил у них Только Сила с земли Возможно Даже огурец В жопе Не знаю Не проверял Но Они любят Создавать И постоянно Восстанавливать Вокруг себя Каменный щит А также Пулять в тебя Предметы Телекинезом Притом Весьма больно Как бы Намекая Что телекинез Тут рулит Из-за щитов Они убиваются Часто Медленно Но может Помочь Бронебойная Насадка На оружие Если она У вас Есть А еще В стане Врага Есть два Существа Которых Трудно Причислить К обычным Противникам Первый Красный Шар Он Не наносит Себе Повреждений Но создает Вокруг себя Зону Быстрой Регенерации Врага Очень Быстрый Притом Шар этот Любит Очень быстро Опять же Перемещаться Рывками Задерживаясь Правда Временно На одном Месте Чтобы все Была Возможность Пришли К нам Напрямую Из астрала И давай Буянить Вообще Этот шарик Собирающий Вокруг себя Гравитационным Возмущением Кучу Камешков Он Очень Любит Бегать За тобой И серьезно Повреждать Сам Он При этом Бессмертен Можно В него Что-нибудь Пульнуть И тогда На пару Секунд С него Спадает Спесь Обнажив Ядро Но Не более Того Единственный Способ С ним Справиться Убежать Ну Либо По квесту Закрыть Его Где-нибудь На один Раз За игру Хотя Иногда Я замечал Что шумов Скачок Тоже Не щадит Вообще Скорее Всего Это Неразумное Существо Просто Энергетическая Аномалия Из астрала Которые Пофиг Кто Перед Ней Особняком Стоят Еще Два Вида Противников Из категории Ходячей Плесени Обычные Споровые Зомби Медлительны Но Сильны Наверное Не знаю Ни разу Не прикасались Даже ко мне Настолько Они медлительны По меркам Столь динамичной Игры А вот Их коллеги У которых Вместо башки Уже пророс Цветок Стреляющий В нас Спорами На огромном Расстоянии Вот Они уже Страшны По-настоящему Ибо Споры Бьют Очень больно И обладают Самонаводкой Так что Стрейфа Недостаточно Нужно Полноценное Уклонение Ну хорошо Хоть убиваются Не тяжело Самое сложное Успеть пульнуть В них Чень тяжелое И спрятаться Пока Спорами Не посекли Ну и DLC Тоже Кое-что Привнесли Пролетающих Десантников Стреляющих Я уже Сказал Но в DLC Основания Появились Также Парящие Мимики Пользующиеся Левитационным Ударом Который Напомню Быстрый И мощный А также Рукопашники С киркой Резво догоняющие Тебя методом Скачков Сквозь пространство Как видите Состав Небольшой Но достаточно Внушительный А главное Разнообразный Все это Шумы Внеземные Сущности Захватившие И изменившие Человеческие Тела Ну и Еще немножечко Спор И аномалия Странным образом Выдержан баланс Мощи врагов Обычная пихтура Лошпеды натуральные На первых Разве что Парах Могут мешать Притом Даже тяжелая Пихтура Но вот Какой-нибудь Ссанный Полтергейст Тебя ваншотнет Давайте Оговорюсь В игре Как таковых Ваншотов Нет Там есть Удары Оставляющие У тебя От 1 до 10 Процентов Здоровья Это почти Что ваншот Да Так вот Буквально Все потусторонние Враги Имеют Такую Возможность Обнулить Тебя За один Удар И оставить Этот гнусный Хогварт Без директора Полтергейсты Маги Мимики И получается С одной стороны Ты могучий В корягу Раскидываешь Всех легким Движением Брови А с другой Подкравшаяся Сзади Манда Выдаст Тебе Путевку На кладбище И знаете Это вполне Интересно Наблюдается Некий Упоротый Но все же Баланс Потому что Если бы Ты втаптывал Всех В грязь Это было бы Скучно И если бы Втаптывали Тебя Тоже А тут Постарались Чтобы ты Не только Посылал Всех В жопу Но иногда По ней Получал Помимо Типа врагов Сложность Здесь зависит Также От их Максимальный Который Я видел Десятый Да Формально Есть еще Тридцатый В самом конце Но это Бутафория Десятый Край Чем выше уровень Тем опаснее Враг Не важно Какой К примеру Та же Споровая Яма В которую Я свалился Оказалась Забита Врагами Шестого Уровня Хотя Мне по плечу Были максимум Четвертый На тот момент В таком Духе И все же Здесь Система Немного Разнообразнее Среди Врагов Или просто Без имени Но со званием И стажем Скажем Старший помощник Младшего Говночиста Если встретили Такого Значит враг Усиленный Нередко Как раз Из числа Более крутых И толстых Пехотинцев Либо же Летающих Колдунишек Это так называемые Мини боссы Но не скажу Что с ними Прям много проблем Иногда Да Например Я уже Рассказывал вам Как с одним Из таких В паре Помимо всякой Взрывной мелочи На тебя Прет полтергейст Якорь ему Кстати о якоре То что я сейчас Назвал Мини боссы Но есть и Полноценные боссы И они здесь Ну действительно Полноценные К примеру Тот самый Босс якорь Да Босс вертолет Канул в прошлое Встречайте Босс якорь Или некая Темная Одноглазая Сущность Из измененного Холодильника Или твое Зеркальное отражение Умеющее Все то же Что и ты Все перечисленное Является тебе В побочных квестах Как это не странно Почему странно Да потому что Это реально Интересные боссы Я назвал только тех Кого ты непосредственно Стреляешь А ведь есть еще Такие знаете Головоломистые Боссы квесты О них позже Второстепенные А вот по основным Боссам Хер тебе А не квесты Ой В смысле По основным квестам Хер тебе А не боссы Только перечисленные Минки Лейтенант Петренко К вашим услугам Даже финального Босса нет Как вида Представляете Вместо него Побегушки По шикарным локациям Но с самыми Обычными Толпами врагов Вот и все Чем обусловлено Такое решение Вот бы знать Ну и в целом Получается Что вот Есть кучка Мини боссов По квестам И такие же Рандомные Мини боссы В принципе Кроме беды С сюжетными Главгадами Во всем этом Проблемы нет Проблема здесь Кроется в другом Тот самый нюанс Еще в Алане Вейке Меня раздражали Те самые Активные Зоны соприкосновения Откуда враги Пёрли по кулдауну При том Что как боец Салан Ну так себе В контроле с этим Гораздо лучше Мало того Что Джесси Мощный джедай Так еще Из каждого угла Враг не спаунится Он тут работает По другой схеме Допустим Мы прорываемся К какой-то локации Входим Скажем В зал Зачищаем его И опа Оказывается Здесь точка контроля Это активный чекпоинт Что-то вроде Костяного костра После посадки За который Тем не менее Враги на локации Не возрождаются Но Они могут Случайным образом Возродиться Просто по ходу Твоего движения Притом В совершенно Любом месте Не важно Захвачена Точка контроля В этой области Не захвачена Собственно Они могут появиться Прямо на этой точке Рандом Как он есть На деле Этот элемент Призван Помочь игроку Не заскучать Вместе с тем Ты почти никогда Кроме некоторых Очень редких Исключений Не встретишь Врага В каком-нибудь Коридоре Нет Они спаунятся Исключительно На открытых пространствах Большой зал Офисное помещение Как итог Ты понимаешь Что вот сейчас Ты войдешь И начнется бой И да Он начинается И вроде как Система призванная Развеять скуку Наоборот Привносит Максимальную Предсказуемость И однообразие Ты прекрасно понимаешь Что ни в одном Помещении В туалетной кабинке Или там В курилке Коих тут дофига Ты врага Внезапно Не встретишь За Повторюсь Очень редкими Сюжетными Исключениями Только в больших Просторных комнатах Чтобы было Где развернуться Вот находясь В таких помещениях Ты отбиваешь Волну за волной Если взять во внимание Рандомные квесты Подробнее о которых Расскажу позже Да и Общий спаун врага Часто этот спаун Рандомен не только по месту Но и по численности Может появиться Пара-тройка противников А могут переть волны Без остановки Весьма долго У меня и вовсе Был случай Когда я 10 минут Отбивался от наседающих порт Хорошо хоть в игре Музыка и анимация Помогает понять Что бой точно закончен В этом случае Джесси расслабляет осанку И меняет хватку табельника И после этого Ты будешь ходить По красивым Отличным С точки зрения Дизайна локациям 80% которых Обычные Маленькие комнатки Где как-то уже понимаешь Врагов быть не может И да Их там не будет Все эти комнаты Совершенно пустые В них нет Ровным счетом Ничего Кроме коллекционок И создается ощущение Что такой дизайнерский Труд пропадает зря Да и Динамики тоже Получается перекос По итогу Постоянное возрождение Врагов в залах Начинает восприниматься Не как вызов А как помеха А исследования Как были медитативными Так ими останутся И лишь редкие Реально интересные Находки Будут тебя радовать И все это В очень динамичной На секундочку Игре Ведь к этому же Она стремится То есть виден Явный перекос Этой самой динамики И его качает Как лодку на волнах Не знаю Стало бы лучше Если бы враги Спаунились В любом возможном Помещении Но все же думаю Что это более Предпочтительный вариант Чем вот это вот все Знаете В минуты затишья Игра начинает Напоминать мне Хайди Там тоже Классно задизайнены Но часто Пустые помещения Где ни души Хотя вру Как раз таки в Хайди Враги именно в помещениях Правда За редкими исключениями Они не спаунятся Но всегда присутствует Элемент неожиданности Понятное дело Что расчет был на то Что сражаться Со всеми этими Левитациями Телекинезами Удобно не в собачьей будке А в тех самых залах Но зато получается Мы жертвуем динамикой И напрасно Есть же пистолет Вот как-то так Вернемся к сюжету А то что-то заскучали Наверное Да В общем Нам не сразу говорят Что наш брат Заперт в паноптикуме Сперва Нам говорят Что как раз таки Один из помощников Старого директора По имени Маршал Должна точно знать Где брат Вот Было бы неплохо Ее найти Она как раз По рации просит О помощи Где ее жмут Где-то За отделом Парапсихологии Который стал Максимально похож На астрал Видимо Здесь повлияла Близость той самой Карусельной лошадки Вообще очень интересно Узнавать Чем живет бюро Как вам например Отряд астралнавтов Не путать с астронавтами Те летают в астрал Такие Астралопитеки Да А также в иные Измерения Скажем в зеркальные Если есть такая возможность А уж отделы Один круче другого Отдел парапсихологии Отдел экстрасенсорики Отдел ритуалистики Где здесь отдел ТНТ Я вас спрашиваю У них тут даже На полном серьезе Работает отдел Вероятностей Изучая удачу Крутя подковы Выращивая клевер И пинай Китайских фарфоровых котиков И это блин работает Они здесь даже Синхронизацию изучают Ну в общем Все такое Загадочное Паранормальное Невероятно круто Скажу я вам Но Да Все это лор Постигаемый Из записок Которые все Интереснее читать А на деле Сперва Столкновение С астральным скачком Который Необходимо Изолировать Тот самый Единственный Случай О котором я говорил А затем Джесси попадает В комнату С предметом силы Гипнотической Рентген-лампой Возле которой Стоят и пускают Слюни наши союзники И от которой Получает способности Захвата разума А затем Разговор с Маршал Которая оказалась Престарелой женщиной Африканской внешности Тут она что-то Вроде Главы спецназа Она моментально Берет нас в оборот Мол Директор или нет Иди помогай Нашим огнем Тогда поговорим Вообще В огне Я уже Поднаторел Выполняя Однообразные Но поначалу Веселые миссии Заодно и карту Изучил Благо Она здесь Негромадная Окей Пробились в отдел С прототипом Того самого РОГ Защищающего Разум от шумов Его нужно Перезапустить Методом решения Простой головоломки Но вот беда Ядро РОГ Чернокаменная Призма Треснула Так что На склад И взять еще одну Попадаем мы туда Снова через гостиницу Ибо бюро Настолько перекосило Что самые злачные места Натурально заблокированы По полной программе Потому проникаем Через межпространственные щели И вот на складе Только полтергейст И раздолбанный ящик С непригодными пирамидками Вместо того Чтобы обратиться За пирамидкой К ежику Джесси спускается В чернокаменную шахту Это еще одна зона Соприкосновения Но в отличии От многих других Наименее опасная И при том еще используется Как шахта Того самого Внеземного минерала Черного камня С помощью которого Научились изолировать Воздействие Как шумов Так и множество Опасных артефактов Даже живую тень Умудрились изолировать О чем мы узнаем В DLC В шахтах Ничего интересного Пара перестрелок По пути туда И побег От скачков На пути обратно Самое приметное Из всей этой Кутерьмы То что О героине Все еще творящейся Безумие Будто бы кажется Нормальным Что для нее Весьма странно Хотя Чему здесь удивляться Ведь у нее в голове Сидит существо Которое И не такое повидало Интересно Это потому Что Это хоть какие-то Внутренние диалоги Ведь все Вот эти вот Побегушки Происходят в тишине В том смысле Что нет ни катсцен Ни диалогов Кроме того С Маршал Ничего А жаль Это бы игре Явно не помешало Да и в целом Нет ничего Особо яркого В плане событий О чем можно было бы Интересно рассказать Потому моя речь И похожа сейчас На сухой пересказ Но Таков уж сюжет Извините Мы наконец Узнаем Где Дилан Это наш брат Только нам говорят Что он малопасен Ты с ним поаккуратнее И через немного Изменившуюся И похорошевшую Заполнившуюся Уже людьми Хаблокацию Мы топаем К брату в паноптику Попутно Я выполнил Необязательный квест На еще один предмет силы Сейф Который дал мне Навык щита Потому я и говорю Что щит Наверное Я мог нечаянно пропустить Далее была Очень интересная С точки зрения Дизайна локация Закрытое крыло отдела Где разбушевался артефакт Измененные часы Начали производить Собственные копии И в итоге Весь отдел Буквально погребен Под часами Это очень классно выглядит Беда в том Что в такой локации Заблудиться Расплюнуть Потом Еще один предмет силы Телевизор Сошел с ума Видите Обстановка в бюро такая Что даже телек И тот ебнулся И надо его очистить Но In Soviet Russia Телевизор Очистит тебя В общем Завязался бой И телевизор Дарует героине левитацию Все Теперь у игрока Наконец Весь набор супер сил Ну и опять же Мы попадаем В тот самый Паноптикум Сборище артефактов И место пребывания брата Но Брата там не оказывается Вообще Это излюбленный Поворот сюжета Контрола Должен сказать Летишь через все Бюро за пирамидкой А нету пирамидок Ищи в шахтах За братом полыгры Шли в паноптику Чапай дальше Твоя принцесса В другом замке Диапроектор Так и вовсе До трех раз Перепрятывают Странно Как по мне Ну да ладно В общем Камера вскрыта Раздолбана Брат сбежал Но нам тут же Звонят И говорят Братан твой Тут Он сам пришел Мы его тут Знаешь ли это Немножко так Задержали Но в целом Не бьем Да он заражен Шумами Мы его просто Изолировали Но заражен Как-то так Иначе Не как все Так что Приходи И разговаривать Нисколько влезет Вообще Из данных Побегушек Интересным Могу отметить Только одно Мне вдруг Сказали Что Оказывается Студия Геймс Войс Сделала дубляж И я решил Попробовать Мне рассказывали Что там разные команды Тем не менее Я никак не могу Забыть убогий Дубляж Дарк Соулс 3 Все же Я решил попробовать И знаете Это очень Очень хороший Дубляж Видно Что люди Старались Играли Вообще Не скажу Что оригинальная Озвучка Какая-то Прям совсем Выдающаяся Как там Скажем В Дарк Соулс Наш дубляж Ни капельки Не хуже Даже Лучше Ведь теперь Все понятно Понятно Например Что бубнят Подвешенные трупы Это бред Из разряда На субтитры Правда Если официальные Субтитры Называли врагов Исами То дубляж Не церемонится И называет их Шумами И я думаю Что это правильно Ведь по сути Сама героиня В начале Их шумами И называет И в целом Часто слушая Местные записи Или диалоги Ловил себя на мысли Что если бы я Ставил оценки То минимум На девятку Геймс Войс Наработали А лучше Знаете ли Не выеживаться И сразу влепить Десятку Молодцы Отличная работа Особенно порадовали Идентичные эффекты Живых теней В DLC с Вейком При установке Русификатора Мне предложили Даже официально Поставить русские каверы Но так как я фанат Поэт Золда Фолл И терпеть не могу Всякие там радиотапок Я отказался Ну и не могу сказать Традиция это или нет Потому что я видел Только два дубляжа Геймс Войса Да Тем не менее В том Который по Дарк Соус Можете посмотреть Кстати Там тоже были звезды И вот сюда Геймс Войс Тоже доставили звезд Правда из всех из них Я точно узнал Лишь Прозоровского Войсы Настолько преисполнились Что умудрились Заставить Прозоровского Петь Ну представляете Получилось Очень забавно Так что Команде Мое почтение Если вы это слышите Знайте Вы и есть сопротивление Ладно Если вдруг Вы решите Сделать дубляж Там не знаю Димон Соус Бладборн Или Элден Ринг Зовите меня Я возьму ружье И пристрелю Тех кто это придумал Не надо дублировать Соус Борны А вот такие игры Пожалуйста Отлично получается Я разберусь У меня это очень хорошо получается Очень хорошо получается Не является стандартной процедурой Бюро ОММ Он плохо нас знает Кстати А что там у игры с интерфейсом? Ну В целом Все в порядке Он вполне лаконичный Стильный В миру подробный Взаимодействие с миром игры Осуществляется через Зажатие кнопки И взаимодействия Но при этом Тайминги Очень четко настроены И этот процесс Не вызывает раздражение Своей медлительностью Как в некоторых играх Да? Кстати Предметы для взаимодействия Подсвеченные Точкой в кружке Видны Всегда на довольно Приличном расстоянии Нет такого Что тебе придется Тыкаться носом В каждый угол Чтоб понять А есть ли в нем Что-то там Что ты пропустил Здесь это сделано Очень толково Пропустить хоть что-то Можно Но весьма сложно Само по себе Управление удобное Правда у меня Так себе Получалось целиться Со стиков Попробовал мышкой Удобнее Но игра При этом теряет Свою плавность Становясь Чересчур уж резкой В целом С геймпадом Тут более чем комфортно Порадовали И всплывающие Подсказки на указателях Если на них Навестись То тебе их продублируют В этом нет смысла Если ты ОМЕРИКАНЕЦ Но так как Даже дубляж Не удослужился Перевести текстуры Это весьма Толковое решение Особенно Если учесть Название отделов Относящихся Часто к Совсем уж Специализированным Терминам Кстати Если вы таки Поставите дубляж Со старта игры То лишитесь Однозначной Недоработки Под названием Субтитры Да С ними здесь Явная беда Во-первых Я не знаю Какой мегамозг Ментиса Придумал делать Белые субтитры С минимальной Черной окантовкой Посмотрите Как шикарно Они смотрятся На белом фоне Просто прелесть Но нихрена Ж не видно Вы чего К счастью Ночью Видимо К разработчикам В офис Прокрался Ниндзя И находил там Возможность В настройках Поставить фон Субтитров После чего Их стало возможно Просто читать Но назревает вопрос А почему Я должен лезть В настройки Чтобы сделать Игру Играбельной Почему бы Из коробки Все не сделать Внятно Вообще Это общая беда Некоторых игр Частично тут уже Отличился И контрол К примеру Карта открывается На кнопку Вверх Но и закрывается Тоже Притом Она не закрывается На Б Общую кнопку Отмены И выхода Из интерфейсов А что у нас На Б Срабатывает Вместо закрытия Карты Правильно Рывок Знали бы вы Как часто Я с открытой Карты Улетал Прямо в пропасть Что мешало Как говорится Да В настройках Можно все это Переназначить Правда Не очень понятно На что Не так уж много Кнопок На геймпаде Знаете ли Клавомышеры Вообще лишены Этой проблемы Тут полный порядок С горячими клавишами Но тем не менее Забегая вперед Игра Очень часто Теряла Прорисовку Текстур Прямо на ходу Они становились Будто Сделанными Для Лодов Ну Или Максимально Шакального Качества Не знаю У меня Вообще Не было Проблем С другими Играми С верстницами Контрол И даже Более Младшими Взять Тот же Элден Ринг Они Ничего Не теряли Не происходило Никакого Доунгрейда На ходу А вот Контрол Почему-то Этим Занимался Тут Часто Текстуры Прорисовываются По ходу Движения Для экономии Ресурсов И это Понятно И нормально Но Нередко Эти самые Текстуры Просто Резко Теряли В качестве Чтобы все Вернуть Нужно было Нажать на Старт После чего Все резко Прогружалось Я не знаю Может быть Тут какая-нибудь Экспериментальная Настройка Типа Адаптивного Текстурирования Я в этом Не разбираюсь Я не хочу Учить Чем отличается Фильтрация И прочее Я хочу Играть И доверяю Все Автонастройке И обычно С этим Нет никаких Проблем Но не в этот Раз Если в случае С картой Можно сказать Ну Не нравится Измени управление То в остальных Как скажем В той же Драгонс Догме Предъявые Вида Надо изучать Настройки Больше звучат Как издевка И попытка Выградить Откровенно Слабые Стороны игры Вместо того Чтобы их признать Я понимаю Откуда все это пошло Со времен Когда прежде игры Изучали буклетик И настройки Ибо все равно У тебя из коробки Все это Вряд ли даже Запустится А если Буклетика Нет А его как правило Не было Потому что Брали Не то чтобы Прямо лицензии На этих рынках Развалах То поспрашивай У друзей Потому что Интернета Тоже не было В доступе у масс Но По моему Уже давно Не 2001 год Да Почему игрок Вообще Должен зарываться В настройки Чтобы просто Поиграть Почему все Не сделать Работающим По людски Сразу Как тот же Фон субтитров Оставив Опциональную Возможность Его отключить А Хотя Субтитры Это еще Не самая большая Проблема Так что Хрен бы с ней Особенно После установки Озвучки От войсов Кстати Озвучку Рекомендую Еще и потому Что субтитры Здесь Очень любят Отваливаться Например Стоишь ты Метрах в двух От персонажа Они Взяли и Отвалились Нужно Подойти Вплотную Чтобы снова Их подцепить Что неудобно Ведь диалог То продолжается Это случается Только с пассивными Диалогами То есть пока Персонаж Свободно Перемещается В диалоге С глазу на глаз Такого нет Но Тем не менее Это очень неудобно Истории И лор на лопате Это самое то Для контрола А здесь такое Понимаешь Так что Ставьте озвучку Если будете играть Что еще Есть некая схожая Со стилистикой Локации Соус лайками К примеру При входе в новую Для тебя локацию Тебе пишут Ее название Правда Огромными буквами На весь экран Вообще Выглядит это Как-то даже Резко Будто бы на тебя Наехали Так Бу Но такая Вот что-то Атмосфера у игры Ах да Я же не сказал Про карту Карта За исключением Названного нюанса Сделана очень удобно Она имеет Активный GPS Где видно Даже направление Взгляда Не всегда по ней Очевидно Как попасть В нужную точку Но в целом Проблем с этим нет И упрекнуть Эту опцию Не в чем Как и фоторежим Он тут тоже есть И он сделан По современным Стандартам То есть он такой же Как и в любой Современной игре Его наличие Это плюс Хоть и на любителя Ну и можно делать Действительно Интересные скриншоты Кстати Дабы радовать глаз Как можно чаще В игре На главном костре Можно менять одежду Не очень удобно Что именно на главном Но наверное Хуже то Что этих самых Костюмов Очень мало Я не получил Все какие есть За игру Но скажем так Только один Из полученных Менял прическу Конечно Шкурки это не главное Но почему бы и нет Здесь игра Откровенно жадничает А жаден Знаете ли Никто не любит Тесно связаны С интерфейсом Возможности Крафта И прокачки Да Здесь есть И то и другое Правда Крафт как таковой Тут имеет Минимальное присутствие Давайте начнем С того Что у персонажа И у табельного оружия Есть три ячейки Для усиления В перспективе Изначально Их по одной Но с прокачкой Открываются новые Вот касаемо Оружия Сперва Его новую форму Нужно скрафтить Для этого нужно просто Иметь необходимые ресурсы И присесть за костер А далее Можно менять его Прямо на ходу И дважды Улучшить каждую форму Новые чертежи Для создания Улучшения Открываются тебе По мере движения По основному сюжету Возможно Это еще связано С фармом Да В игре он есть Но в минимальном И ненапряженном количестве После убийства врага С него может упасть ресурс Красиво валяющийся На полу В виде пиктограммы Скоро у тебя Будет его очень много Я бы даже сказал Полно Просто дохрена Плюс за убийства Тебе начисляются души Давайте их так будем называть А за смерть Ты теряешь 10% из них Что как бы и немного И в то же время Заставляет тебя Действовать осторожнее Верно? Однако для прокачки Каждой пушки Нужны определенные ресурсы Каждая из которых Падает только В определенном отделе Отделы это как Этажи Такие Локации В инвентаре Кстати в описании Ресурса Четко сказано В каком отделе В случае чего падает Потому идешь на нужный этаж И выбиваешь Если надо А для улучшения До финального Третьего уровня Необходим редкий ресурс Который ты получаешь Исключительно За победу над боссами А боссы Как вы помните Это побочные квесты Таким образом Игра очень толково Подталкивает тебя К побочкам Если учесть еще И интересность побочек То тут могу только Удивленно похвалить контрол Очень верное Рабочее решение Прокачка оружия Открывает ему Исключительно новые ячейки До трех максимум Ни урон, ни скорострельность Ничто не меняется Но на все это влияет Модификации Вставляемые в эти самые ячейки Эти моды валятся Также из врагов И имеют градацию По уровням От первого До идеального пятого Правда Часто разница Между скажем Третьим уровнем Скорострельности И пятым Может быть в пару процентов И в целом Разброс там Динамический То есть Две одинаковых Модификации Одинакового уровня Могут Скажем Давать Ускорение Регенерации Энергии В 16 И 18 Про энергию Это относится Уже к персонажу Он усиливается По той же схеме Так вот Об оружии Можно найти Толковые модификации И очень хорошо Усилить пушку Притом Подстраивать ее В теории Под каждый бой Но это Не очень удобно Зато При смене Оружия Модификации На прошлом Вот тут подстройка По ситуации Очень даже работает Нужно скажем Бронебойное Бери бронебойное Оно уже настроено Как надо Все Ост сдох Окей Меняй назад Как было Главное помнить Что количество Ячейк инвентаря Ограничено 24 Притом Как у урожейного Инвентаря Так и у персонального Правда Ненужные моды Можно разобрать В случае чего Персональные модули Тоже делают Героиню гибкой Скажем Ты строишь Билд На захвате разума Но он Тварь такая Очень медленный И таким останется Но ничего Поставь например Одну Две А то и три Ускорялки На захват И он будет Пролетать пулей Больно бьют Ставь увеличение Здоровья Или регенерацию И объем энергии Погоди А где же во всем этом Крафт О А я уж думал Вы не спросите Видите ли Второй раздел Меню После улучшения Пушек Это именно Крафт Тут за ресурсы Можно создать Случайный модуль Для оружия Или персонажа Разумеется Не щуганский Чтобы модуль Был не не щуганский А такой Пацанский Нужно потратить Ресурсы На прокачку Уровня крафта И вся эта Свистопляска Ради того Чтобы получать Рандомные моды В то время Как они просто Валом валятся Из врагов Учитывая Какими толпами Они тут прут Учитывая Что есть Радиант квесты В шахте И вообще По всему бюро Нахрен нужен Слив ресурсов В пустоту Не ясно Разве что Их девать уже Некуда Но это означает Что ты прокачал Уже все что можно На этой стадии Тебе все эти моды Уже просто не нужны Было бы неплохо Сделать крафт костюмов Например Вот и было бы Куда сливать ресурсы А в целом Все эти моды Особенно персональные Очень полезны Ими можно Очень успешно Компенсировать прокачку Кстати о ней Да в игре есть прокачка По нескольким веткам Здоровье Энергия Рукопашный бой Нафиг не нужный Телекинез Щиты Левитация И контроль разума Прокачку кстати Можно сколько угодно Раз сбрасывать За непомерную сумму В 30 тысяч душ Но непомерной Она кажется Только поначалу И это очень хорошо По идее Ты можешь попробовать Разные билды Хотя признаюсь Все же Дороговато 30 тысяч Но сделай 15 Ну что вы Как прям Вот я не знаю Чтобы попробовать Можно было уже Середина игры А не в конце Когда игра Уже опостылила Но самое приметное В прокачке Наверное то Что осуществляется Она за очки Которые ты получаешь Исключительно За выполнение заданий Притом как сюжетных Так и побочных То есть у тебя Не получается Нафармить себе уровень Иди выполняй квесты Повторюсь Отличное решение Иногда Очень редко Очки могут дать За решение Какой нибудь Побочной головоломки Скажем Я в отделе Изучения удачи Умудрился Выиграть в казино И получил очко Ну а так вот Учитывая что Очки тратятся По нарастающей У меня за неполную Но серьезную игру В том смысле Что я проходил Почти все побочки Только к концу Задолбался Было полностью Прокачано Только два направления Что как бы намекает Что сделать машину Для убийств Прокачав все И сразу Не выйдет И это И это Знаете ли К лучшему По идее Это привносит Реиграбельность Правда Вот уже Будет ли кто-то Переигрывать В контрол Вот это вот Вопрос С подвохом Потому что Лично для меня Это явно Игра на один раз Хотя Кто знает Так Брат Да Вот Наконец Мы возвращаемся В хаб И общаемся С братом Тот тоже Преисполнился Но он не простой Безумный зомби Шумов Он что-то вроде Такого демон хоста Орет на нас На поляриса В нашей голове Обвиняет в том Что мы за ним Не пришли Ага Маленькая девочка За финансируемой Государством Паранормальной Организацией Которую нельзя найти Если не знаешь Где искать Во Просто шикарно Тем не менее Из этого потока Удается узнать Нечто полезное В частности Оказывается Бюро не только Брата захапало 17 лет назад Они еще и тот самый Портальный диапроектор Сюда притащили И как говорит брат Им как раз таки И открыли дверь Для шумов А еще он говорит Мол Посмотри Наши имена Джесси Дилан Могут быть как мужскими Так и женскими Плюс Из его шумового Бормотания Иногда следует намекить Что То ли мы То ли он Копия Подделка Я уже Напридумывал себе Неожиданных Крутых Сюжетных Поворотов На этой почве Что не существует Никакой Джесси Что ее Материализовало Поляре Скопировал Дилана И все в таком Духе Ага Ну да Нет Все проще Тут все Действительно Строится на том Что Притащили Они сюда Этот самый Диапроектор И открыли Дверь Шумам Как бы Все Ну почти Брат говорит Иди мол В тот отдел Увидишь страшную Правду Походу Мы узнаем Что за нами До бюро Устраивали Серьезную Слежку Что Ну едва Ли сюрприз Для кого-то Слышим Как тут Измывались Над братом Тот аж Матерился И все Матюки Заботленно Озвученный Геймс Кстати Как я уже говорил Озвучка Шикарная Разве Что Не хватает Агрессивного Звуков Круотов И Собственно Они В смысле Бюро Также Полностью Воспроизвели На одном Из полигонов Деревню Ординариум Где И произошло Соприкосновение 17 лет Назад Более Того Они Вывезли Всю Мусорную Свалку Оттуда Сюда Вдруг Тут Еще Слайды Для Проектора Или Еще Какое Дерьмо Американцы Вот На что Идут Ваши Налоги Понятно Да Вы Говорите Ну так Вот Затем Мы попадаем В лабиринт Пепельницы Он Так Называется Потому Что Этот Живой На ходу Перестраивающийся Лабиринт Создала Именно Что Пепельница Измененная Разумеется И этот Лабиринт На пепельнице Нас вертел Отправляя Назад По дуге Нам Нужен Явно Какой-то Ключ Чтобы Пройти Дальше И тут Мы Слышим Голос Уборщика Мол У меня Есть Нужная Вещь Приходи К уборщику Мы идем Через Сомнамбулическую Гостиницу И Снова Намек На то Что Уборщик Вообще Ни разу Не уборщик У него В гостинице Собственная Дверь В подсобку А двери Как вы Помните Здесь Имеют Большое Значение Он Дает Нам Свой Плеер И Говорит Что Мол Это Тебе Подарок От Хозяев Возможно Он Служит Лично Тем Самым Главным По Астралу Шут Того Знает В общем Этот Плеер Должен Провести Через Лабиринт Я То Думал Там Сейчас Будет Какой-нибудь Финской Ретро Которую Вечно Напевает Под Нос Но Нет Там Хард Рок В исполнении Вымышленной Группы Old Gods Of Asgard Это Те Самые Два Стариканы Из Алана Вейка В реальности Написанную Для игры Песню Take Control Исполняет Разумеется Poets Of The Fall Прохождение Через Лабиринт Пепельницы Сделано Действительно Круто Лабиринт Перестраивается На ходу Притом Поначалу Еще Старается Быть Похожим На Реальную Гостиницу А затем Вовсе Теряет Разумный Облик Превращая Локацию В безумие Мне Это Очень Напомнило Аналогичное Поместье Из Эксплюзивного Плоечного Квеста Для Хогвартс Легаси Там Он Вел Себя Точно Так же И Вот Что Тот Что Этот Квест Просто Шикарно Дошли Мы До Нужного Места Где Хранится Проектор А Проектор Да Его Нет Зашибись Зато Есть Информация От Главного Ученого Доктора Дарлинга Который Всю Дорогу Тут Белькает На Слайдах Он Как Раз И Есть Голос Молодого Алана Вейка А у нас Его Озвучивает Аж Прозоровский И Делает Это Очень Хорошо В Очередной Раз Доказывает Что Играть Он Умеет Когда Задача Поставлена В общем Тут Он Рассказывает Что Да Нашли Мы Этот Самый Диапроектор И Начали Открывать Портал Оставшимся Слайдом И Сумели Даже Вытащить С той Стороны Некий Гигантский Артефакт Гранник Живое Вроде Как Существо Этот Самый Гранник Остановил Распространение Шумоты И Начинается Безумие Джесси Понимать Что Гранник Это И Есть Фетическое Воплощение Поляриса Который У него В голове Сидит И Все Нафиг Уже Этот Диапроектор Не Нужен Срочно Нужен Гранник Бежим Бло Господи Откуда Что Берется Далее Крутая Локация Построенная Как Раз Для Открытия Портала И За Вратами Тот Самый Гранник Огромная Круглая Дура Подвешенная К потолку Мы Ее Освобождаем И Говорим Мол Беги Форрест Беги Но Тут Налетают Шумы Что Похоже И Было Их Планом Нашими Руками Захватить Гранник И Давай Его Лучами Бомбить Бомбить Мы Бежим Орем На них Отвалить Отвари Ломаем Источники Лучей Попутно Сокрушая Целые Армады Врагов На Поступах Погибла Не Понять То Ее Можно Столько Лет Жить Сущностью В голове Разумеется Она Станет Тебе Ближе Чем Любой Родственник А Тут Такое И Вдруг Истерическая Волна Накрывает И Паникой Психоделическая Катсцена И Титры Честно Говоря Я Офигел То Мало Того Что Даже Босса Финального Не Было Так Еще Ни Хрена Непонятно Несчитаемо Оказывается То Фальшивые Титры Такой Вот Ход Оп Ля В общем Шумы Пытается Взять Нас Под Контроль Ведь Граник В голове Нас Больше Не Защищает И Мы Попадаем В Иллюзорный Мир Ах Как же Я Обожаю Такие Иллюзорные Миры В Играх И Этот Сделан Просто Великолепно Мы Оказываемся В Офисе Бюро В роли Только что Принятые На работу Девочки Притом Кожа наша Бледна Как у покойника Нас все вокруг Ругают Угнетают И вообще Атмосфера Творящегося Психоделика Прям вот Давит И нам Дают задание Типа Отсканируй бланки Убери чашки С кофе Разнеси письма Я подумал Ага Нашли посыльного Тут можно Походить По этой Искаженной Иллюзии Послушать Что говорят Другие Я даже сказал Не просто Можно А нужно Это сделать Чтобы еще Глубже Погрузиться В эту Атмосферу Уныния В основном Все что тебе Говорят Это обидные Для тебя Вещи Разносить Почту И убирать Чашки Смысла Нет Но немного Поработать Придется Тогда придет Письмо На имя Директора А секретарша Типа Заболела Кто бы Отнес Ну понятное Дело Кто Мы Топаем Лично К директору Перед входом В кабинет Стоит уборщик И говорит Мол Ты все делаешь Правильно Не переживай Притом Его голос Звучит Без эха В отличие От других Вот уж Блин Теория Дурманивания На максималках За столом Директор Тренч Он нас Приветствует Мол Вот Заберите Тут у меня Начатся Бумаги Добро Пожаловать Работайте На благо Бюро Я тоже Начинал С низов Бла-бла-бла В целом Довольно Интересный И долгий Монолог Раскрывающий Тренча Но дальше Еще Интереснее Вдруг Все Сбрасывается По-новой Джесси Колбасит Но теперь Она будто Пришла В сознание И поняла Что это Иллюзия Шумов Она снова В том же Офисе Те же Задачи Мол Убирает Чашки И прочее Но она Уже Орет Мол Дите Все В жопы Вы Ненастоящие А мир Уже В принципе И не Пытается Быть Похожим На настоящий Некоторые Люди Тают В дымке Часть работников Превратились В измененных Исами Врагов Которых Мы встречали Всю игру Мир Потерял Очертания Реальности По тутошнему Микролору Тренч Поехал Кукухой А тут Видите ли Ему Снова Письмо Пришло И что Неужели Этот Новичок Его Понесет Ну и Дура Да Снова Несем Письмо Лично Тренчу На входе Тот же Уборщик Также Безеха Подбадривает Мол Ты все Ближе Не сдавайся Нет бы лучше Метлу Мне выдать И сказать Иди Побалде Его Огрей Может Хоть Тогда Выздоровеешь В кабинете Тренч Выдает Очень долгий Минут на 5 Реально Но Очень Интересный Монолог Который Раскрывает Под облеку Всего Происходящего Когда Бюро Забрало Диапроектор Ведущий Ученый Дарлинг Начал Проводить С ним Эксперименты А точнее Открыл Портал В зону 36 36 Она называется Потому что Номер Слайда 36 Единственный Оставшийся Слайд Который Не сгорел Когда Мы его Сжигали Ну и Разумеется Бюро Начало Вводить Туда Экспедиции И да Дарлинг Присутствовал Там Лично Тренч Тоже Гулял И однажды Ему Что-то Попало В ухо Какой-то Шум С тех Пор Он Слышит Голоса И с годами Все отчетливее Нетрудно догадаться Что это за голоса И что они ему говорят В общем Это что-то вроде Дурманивания жнецов Только от шумов В итоге Директор Окончательно Попал под их влияние И открыл портал В мир шумов Пустив их в бюро Кстати Как я понял На той помойке Кроме не сгоревшего слайда Нашли еще один Тот самый 36 В последние мгновения жизни Тренч говорит Как он видел Всякое непонятное Например Упоминать Что видел Некого водопроводчика Который Казался похожим На старого бога Либо это отсылка На нашего уборщика Либо Не знаю На супер марио Но так или иначе В последнем порыве воли Чтобы не натворить Еще больше бед Тренч сумел застрелиться А тут как раз Приперлись мы Очень вовремя Просто божественный тайминг Картина снова переменяется Мы в том же офисе Но он уже совсем Потерял прежний вид Трупы висят в воздухе Люди с красной шумовой дымкой Говорят что наш брат Тут стал директором И вообще Пора этот балаган заканчивать В кабинете Тренч уже совсем Поехал кукухой Повторять стандартные Бормотания пораженных шумами И мы прерываем Этот словесный поток Выстрелом в голову Обрывки как раз Именно этого события Мы видели В начальной катсцене Тут нас вовсю Пытаются сбить Панталыку Но мы сильные Мы не поддаемся Звонит телефон Внутри сна Где в стиле Совета К нам обращается Уже мертвый Доктор Дарлинг Говорят что Мол Явись в мой кабинет Это конец И все будет тебе раскрыто Все еще внутри сна Мы выходим Из кабинета Тренча Офисы пустые Никого вообще нет В воздухе висят Трупы Но не как обычно Все трупы Это мы И нашим голосом Идет тот самый Бессвязный Монолог шумов В кабинете Конечно же Тупик со шнурком Но хоть Полярис и мертва И Джесси ее не чувствует Мы все же Идем через гостиницу И в одном из номеров Видим на слайде Поющего доктора В нюклюжей форме В стиле рок Исполняющего песню О том Какая Джесси крутая Это как бы Должно быть Одновременно И жутко И смешно У нас это вдвойне Смешно Ведь перед нами Поет Прозоровский И это стоит Услышать Я вам скажу Так как все происходит В голове Джесси Удивляться нечему Она понимает Что хоть тело Поляриса погибло Оно продолжает жить В ее разуме Оставаясь ее частью Она находит В себе эту часть И избавляется От влияния шумов Сон заканчивается И это было нечто Скажу я вам Хотя вот этот вот ход Что Полярис умер Полярис жив Он для меня Лично кажется Странным Но честно Вот таких бы уровней Да побольше И тут И в играх вообще Настолько атмосферный Эпизод Что с лихвой Компенсирует Предыдущий Скучный забег Даже без босса И потом Забавно Предыдущие приключения В иллюзорном Гротескном мире У меня было В Атомик Харт В роли Нечаева Чье кодовое имя П3 А кодовое имя Джесси По программе Идеального кандидата П7 А ее брата П6 Офигеть Меня повысили Сразу на 4 пи К слову О босс Присполнившийся Джесси Говорит Мол все Я пошла Закрывать Эту вашу Долбаную лавочку И проникает Без маски В измерение Шумов Где под гигантской Пирамидой Стоит демон Хоста Точнее ее брат И это Очень красивый Уровень Как астральный Только красный Но все Что тут происходит Это массовая Зароба Столпами Прущих врагов Прущих не бесконечно И к счастью В случае твоей гибели Они не возрождаются Но по итогу Мы достигаем вершины И очищаем проектор Заодно спасая брата После чего Он впадает в кому А портал закрывается Больше уж умов Дороги в наш мир Нет Все бюро Довольно и счастливо Джесси теперь Полноценный директор В пиджаке И с пучком Ненавижу пучки Женщинам не идут пучки Извините О чем бишь я Я могу сказать только одно Великолепно Завершение просто феерическое По исполнению Правда Я за такое Даже готов простить Отсутствие финального босса Или интересной развязки Увы Однако Джесси говорит Работы еще полно Ведь шумы хоть и изолированы Но еще бродят по бюро Надо бы их истребить Плюс Еще ведь есть Аж целых два DLC В общем Есть чем заняться Вообще Нужно признать Что сам по себе Сюжет на бумаге Выглядит С исключением концовки Вполне интересно Концовка Ну вы слышали Ой Полярис умер А нет Не умер Мне показалось Возможно я просто Не уловил Какого-то гениального хода Простите за сарказм Что конечно Не исключено Но как по мне Именно вот Развязка Слабовата Однако Это компенсировано Режиссурой И идеей уровня И это чуть ли не Единственный раз Когда реализация Дотягивает до сюжета Слушать про сюжет Смотреть такое вот Игро-кино Интересно Но между ними Пустая беготня С боевкой Как я уже не раз говорил Удивительно Но компенсировать Такую дыру Взялись не только Квесты с DLC Намного интереснее Оригинала Ну и обычные Обычные побочки Которых и в оригинале Полно Ну и плюс Охота за коллекционками Но начнем мы Не с них Новые побочные задания Появляются По мере продвижения По сюжету При условии Завершения Некоторых других Притом Эти задания Сразу же берутся Тебе в журнал О чем тебя повестит Огромная такая Желтая надпись Во весь экран Не пропустишь Даже если захочешь Задания Связаны в основном С нахождением И очищением Измененных предметов Напоминаю Это не те Что дают силу Те называются Предметы силы А эти просто Куролесят Оттого не менее Интересно Весь упор В игре делается На паранормальщину И подобные Вот побочки Как раз Именно ее И показывают В полной мере Есть конечно Исключения Во всяком случае Эти квесты Я бы не назвал Интересными Скажем Задания от уборщика Полей цветы Уничтожь тьму Плесень Какашки на стенах Но среди Нормальных квестов Это наверное Единственное исключение Что я понимаю Под ненормальными Квестами А да Вот Есть тут повторяющиеся Радиант квесты В стиле На этаже Икс В локации Игрек Нужно сделать З Где З Это либо Защитить сотрудников От врагов Либо перебить врагов Либо уничтожить Якоря шумов Отбиваясь от врагов Повторяется все это Случайным образом Примерно раз В полчаса Час Реального времени И всегда Внезапно Идет скажем Перестрелка И тут тебе Гудок На весь экран Такая надпись Защити персонал На другом конце базы Щепард Забавно Что такие задания Даются даже Во время диалогов Разговариваешь Такой мирно И вдруг Херак тебе Все то же самое Бэээ Тревога Тревога Волк украл зайчат Алды Сидите Сидите Мы с вами Как измененные предметы Нас лучше не тревожить Так о чем бишь я Ну да Самое в кавычках Веселое в том Что эти задания Еще и на время На все про все Дается 20 минут И вообще На первых порах Это может оказаться Весьма сложным Я про сам бой. Напомню, фиг его знает, как там генерируются враги на задании. На одном таком я минут 5 перестреливался. Утрамбовал просто орду врагов, заполучив 53 тысячи осколков. 53! Притом я пришел с нулем почти. 53 это очень много. И фарм осколков и разных ресурсов это, наверное, единственная польза от подобных заданий. Потому что очков для прокачки именно персонажа за них не дают, как не дают и квестовых ресурсов для прокачки оружия на третий уровень. Но в целом немножко побегать туда стоит. Обычно проблема заключается в том, чтобы, когда задание застанет тебе в неудобной позе, спокойно закончить свои дела, дойти до ближайшей точки контроля а-ля костер и телепортироваться в нужную локацию. Как правило, 20 минут для этого более чем достаточно, даже много слишком. Особенно для прокачанного персонажа, который даже орду сносит легко. Ведь мини-боссов ты там не встретишь. Но даже если ты пропустишь это задание, ничего страшного не случится. Тебе не запишут поражение, к тебе не станут относиться хуже. Просто через время произойдет снова где-то сгенерированное событие. Вот и все. Нужно ли говорить, что подобный квест очень быстро надоедает? Не нужно, да? Лучше скажу, что очень спас бы положение, вы не поверите, кооператив. Да? А че нет-то? Он не такое спасал. Кооператив вообще очень умело превращает в конфетку любое, все что угодно. Даже если играть с рандомом, а если с друганами, это супер. Хорошие же игры, а контрол хорошая игра, он делает еще лучше. Но этот тип заданий не единственный, где кооператив пригодился бы. Ведь есть еще два типа аналогичных заданий. Первое – музыкальный автомат. Измененный предмет, вставляешь в него жетончик и переносишься на локацию, где тебе за 30 минут нужно успеть перебить 4 орды врагов в режиме Last Stand. То есть на тебя прут в несколько волн с возрастающей сложностью. За один жетон ты получаешь обычный режим со случайными бонусами врага типа плюс 100% к здоровью. За 3 и 5 жетонов более высокую сложность и более ценные призы. Которые, судя по всему, будут просто крутыми модами. От которых в игре уже избавляться не успеваешь, так много их валится. Наверное, это самое скучное, что есть в игре. И могу ошибиться, но очки прокачки за это тоже не дают. Вот где точно нужен кооператив. Но так себе занятия. В DLC «Темный обитель» добавили еще один предмет – игровой автомат, где уже без всяких жетонов можно пройти такие же режимы Last Stand. Просто на другой карте и с другим набором врагов. Ну и чуть другими условиями. Все это за те же призы, которые нафиг не нужны. После этого открывается другой автомат, который даст возможность перепройти любого пройденного босса. Вот это уже поинтереснее. Хотя про боссов чуть позже. Не знаю, захочет ли кто, но мало ли. Ах да, чуть не забыл. Контрмеры совета. Совет разработал специальные тактики для борьбы с шумами. Будем действовать, как говорят они, нас наградят. Наградят модификациями, только не рандомными. Мы сразу в меню видим награду. Мы можем взять до трех заданий одновременно. Они по типу «убить Х врагов оружием Y» или «на определенной локации» или «не получив урона». И такие задания-челленджи тоже рандомные. Имеет смысл брать их только на ранних этапах, ибо дальше они становятся бестолковые, а модуля уже девать некуда. Тем более награда сильно отстает от уровня твоей прокачки. В целом, вот эти вот автосгенерированные задания — это пример плохих квестов. Но вот все остальное сделано отлично. И почти все имеют боссов и связаны опять же с измененными предметами. К примеру, задание на сопровождение раненого медика. Притом во время ходки он бессмертен, так что никакого гемора. После чего открывается путь к боссу Якорю. Наверное, один из лучших боссов игры, где нужна не только реакция. Приходится летать между платформами, вворачиваясь от огненного шара. Или вот эпицентр распространения плесени на нижнем этаже — плесневый ктулху, которого нужно замочить. Вообще, сумбурный босс, который лупит без устали массовыми ударами, и главное, самому перелупить его быстрее, чем он тебя, но в целом весело. Наверное, это тот редкий случай, когда босс не связан с измененным предметом. Но не каждый такой предмет ведет к боссу. Часто с ним просто интересные квесты. Особенно после посещения паноптикума, когда оттуда сбежит целый ряд артефактов. Скажем, резиновая уточка, умеющая телепортироваться от себя. Или вот светофор, перед которым на красной нужно замереть. Розовый фламинго, искажающий пространство. Манекен, создающий множество копий, среди которых нужно найти оригинал. Кресло в виде руки, притягивающее к себе предметы. Письмо, которое носится на высокой скорости по всему залу, как в Гарри Поттере. Кстати, DLC тоже постарались и добавили таких вот квестов. В частности, поезд, где нужно в правильном порядке воспроизвести обстоятельства крушения. Или кинокамера, помещающая тебе вот такую пародию на фильмы 80-х с акшончиком и музычкой. Но больше всего из подобных квестов мне понравился, разумеется, холодильник. На который нужно смотреть, чтобы он никого не сожрал. Внутри холодильника, в пространстве, похожий на астрал, только черное, скрывается некое существо по имени Фармер. И не только в холодильнике, но и еще кое-где, кажется, во фламинго. Похоже, он занимается напрямую измененными предметами, делая их еще опаснее. А еще у него голос, как у совета. Да и имя его переводится, как бывший. Забавно то, что мы его еще встретим в DLC. Ах да, отличный квест с зеркалом, когда мы попадаем в зазеркалии и побеждаем свое отражение. Кстати, в этом квесте очень круто сделан допрос агента, который пробыл в зазеркалье больше трех часов. Мы слушаем запись, но, походу, он там провоковал слишком долго и говорит реверсом. А в зазеркальном пространстве он говорит нормально, а реверсом мы слышим допрашивающего. Ну, класс же! Ну и очень понравился квест из DLC с Вейком. Оказывается, когда агенты НАСА летали на Луну, они подцепили там тоже какую-то внепространственную сущность. Туда улетело трое, а вернулось четверо. Сущность вселилась в скафандр и ее заперли от греха подальше. Пытались с ней контактировать, но она говорит так, будто у него шизофазия. Это такое психическое заболевание, когда семь палка гвоздем стрелять в красногривых очень делает кирпич неестественно. Ну, то есть, когда человек все понимает, но та часть мозга, что отвечает за формирование мысли в предложении, повреждена. И потому он не может выдать ничего, кроме такой вот околесицы. Люди пойдет и потеряет мне его назад. Извините, я не совсем поняла, что вам нужно. Что вы просили? Голова? Голова, орла, нарежки? Чтобы извести смотреть, пить, говорить, трясти, читать головой. Он просит у Джесси передать ему нечто. Разумеется, она не понимает и таскает ему всякую хренотень, пока не проясняется, что ему нужна его голова, то есть шлем скафандра. Вообще, в оригинальной игре все побочные квесты дают очки для прокачки умений, что делает эти квесты еще более желанными. Увы, того же нельзя сказать о DLC. Там нередко побочки награждают тебя просто модами для выселения и ценными, но, скорее всего, уже не нужными на этом этапе игры ресурсами. Иногда попадаются золотые, то бишь крайне редкие моды на оружие. Вот они, да, крутые. Я нашел аж две штуки и не скажу, что они сделали по году, учитывая, насколько они рандомно вообще по игре падают. Как видите, даже откровенно дурацкие квесты-генераторы не затмили очень хорошие побочки. Но есть, помимо этого, также и собирательный элемент. Выражается он в поисках аудиозаписей в меньшей степени и текстовых записей в подавляющем большинстве. Вообще, из-за общего непонимания ситуации и неплавно развивающегося сюжета, поначалу читать эти записки не было никакого желания. Особенно после того, как я понял, что не так уж много они дают важной информации и просто рассказывают о бюро. Можно прочитать про все те же встречные и невстреченные измененные предметы, про жизнь бюро, про бывшего директора, про разные аномалии, про астрал. Это действительно интересно, хотя, конечно, все это нередко перемежуется с мусорной информацией, типа, как мы тут играли в покер на перекуре. Или просто смешными письмами в бюро от всяких полудурков, типа, я знаю, что луна это иллюзия. Ну и прочих альтернативщиков и плоскоземельщиков. Хотя даже такие абсурдные, казалось бы, маразмы могут содержать важную информацию о АМС или артефактах. Поэтому бюро посадило своего человека на радиопередачу для фриков «Ночная Америка», куда звонить, всякие такие вот блаженные и докладывают о всякой ху... Типа, мой сосед пришелец, а бюрократы бедные бегут проверять. А вдруг и правда пришелец, хер его знает, всякое может быть. Как вы понимаете, это тоже добрая традиция Remedy. В Алане Вейке была ночная передача Пата и телепередача Найт Спрингс. Тут же передача Найт Америка, но по радио. А по телеку здесь теперь крутят всякую ху... Извините. Какие-то психоделические, криповые, кринжовые, какие-то там еще сейчас модные слова. Истории, стилизованные под детские передачи. Бросил смотреть после первой же. Не понравилось. Впрочем, такого контента весьма мало. И что удобно, все это можно переслушать, пересмотреть и перечитать в меню. В основном перечитать. Текстовой информации здесь просто гора. К середине игры я получил ачивку собрать 120 заметок, хотя я особо даже не старался. Но тем, кому в отличие от меня не нужно проходить тонну игр для обзора, кто может себе позволить залипать в одну игру месяцами, это может и понравиться. Ну и чтобы далеко не ходить, давайте короткими штрихами обрисую вам DLC. Всего их, если они ошибся, два. Темное обитель и основание. Первое, как понятно из названия, тесно связано с событиями в Bright Falls, то бишь с игрой Alan Wake. Начинается все с того, что Джесси вдруг понимает, что открылся новый, а точнее, хорошо забытый старый этаж, отдел расследований. Он покинутый темен, и всюду записки, большая часть которых проливает свет, такой-то каламбур, на события тех лет. Однако и сами разработчики об этом говорили еще до выхода DLC, и я вам скажу, не ждите слишком многого от этого DLC в плане раскрытия именно Alan Wake. Это приберегли для второй игры. На данный момент она уже почти год как вышла, наверное, на момент выхода ролика уже точно год, и для тех, кто поиграл в нее, уже мой рассказ сейчас, наверное, как рассказ ребенка о космосе. Тем не менее, хоть Alan Wake тут скорее как гость, само DLC неплохо раскрывает окольные события, лор, скажем так, Алана, и в целом очень необычно взглянуть на те события именно с этой точки зрения. Если помните, пока мы бегали за Wake, мы были в ужасе. Для нас это все был кошмар наяву, живая тьма и прочее. А здесь некое бюро, существующее в подпространстве, которое изучает такие явления именно с точки зрения науки, осыпая их терминами. Очень толковый подход. И так, оказывается, в бюро были напряженные отношения между некоторыми руководителями, потому как из-за определенных условий агенты поймали некое существо, и вместо отдела содержания, где есть для этого все условия, приточили в отдел расследований. Если помните, даже из отдела содержания то артефакты сбегали, то сущность астральный скачок. Ну и, разумеется, объект сбежал и убил всех, до кого дотянулся. А дотянулся он до многих. Отдел эвакуировали и запечатали, теперь там безраздельно правит тьма. Не только потому, что нет света, но еще и потому, что существо, как вы понимаете, было из темного измерения. И если бы спросили меня, кто это, я бы ни за что не догадался. Это детишки Доктор Хартман. Да-да, вот этот вот мудак, обманом поместивший Вейка в дурдом, он, оказывается, еще больший мудак, чем мы о нем думали вначале, представляете? Эта мразь, как оказалось, прекрасно знала о темной сущности и пара утилитах. Это люди со способностями типа Вейка, Джесси, ее брата, братьев Андерсон. Потому-то он и коллекционировал таких вот людей под прикрытием дурдома. Аллан, как вы помните, сбежал и темная сущность захватила Хартмана, после чего тот был пристрелен. Однако, как вы, надеюсь, помните, Аллан отменил предшествующие события, так что Хартман и другие остались живы. Но к нему нагрянули агенты бюро, которые быстро сказали, что он, мол, гнида, и вообще оборзел, так что лицензии мы его лишаем, оборудование и дурдом конфискуем. Хартман долго плевался от злости и решил сам окунуться в озеро Колдрун. Типа Зейн и Вейк просто были недостаточно подготовлены, а вот я-то... Ну и результат немножко предсказуем. То, что всплыло, уже не было Хартманом. Это искаженная тьмой тварь, которую агенты тут же поймали и посадили в клетку. И вели тщательные попытки допроса. Ну, в итоге тварь вырвалась. А когда бюро захватили шумы, эти две сущности начали влиять друг на друга и меняться. В итоге, как пишет сам Аллан, шум стал темнее, а тьма громче. Хартман стал существом третьего типа. И теперь Кура лесит тут в темноте. Мы, ведомые рукописью Аллана в качестве главной героини романа, шастаем по бюро и сражаемся с Хартманом. Кстати, это сделано интересно. Тварь бессмертна, быстрая и смертоносна. В темноте. А свет делает ей больно. В итоге наша задача, как понятно, включить свет, избегая темных участков. А загнав вражину в крысиный угол, можно таки ее победить. Но вот боссфайт этот сделан, наверное, через жопу. Сперва нужно включить свет в зале. Это ладно. Потом Хартман становится уязвим. Окей, пробить его не такая же прям большая проблема, хотя он силен. Но он фигачит по полу, и два из четырех источников питания отваливаются. Их нужно вставить обратно. Но это нужно делать очень быстро, ведь в этот момент Хартман регенерирует. Кроме того, после удара он вызывает врагов, которые, кстати, все еще шумы почему-то. Теневых врагов не сделали, и очень жаль. Вишенка на торте, энергия в темноте не регенится. Ну и понятно, что в темноте Хартман тебя разделывает моментально. Как я не старался, я не успевал подключить питание до того, как он полностью отрегенерирует здоровье. После 20 минут бега по кругу, мне это надоело, и я использовал встроенные в игру читы, чтобы добить его. В первый и последний раз. Нет у меня никакого желания часами просиживать за регенерирующим фоншотующим боссом. Мне маленей хватило. Ну и финальная катсцена не рассказала об Алане ровным счетом ничего внятного, что, в принципе, не страшно. Самое забавное то, что у входов в некоторые залы в DLC, при том как в первом, так и во втором, можно вызвать на помощь рейнджера седьмого уровня, который отлично отвлекает врага. Но вот на финального босса нельзя, хотя он шумов прекрасно вызывает. Я искал, и я, сука, нашел. Оказывается, можно. Нашел, разумеется, уже после победы над боссом, потому что передатчик спрятан в непроглядной темноте. Я пока еще не сказал, но темнота — это вообще беда игры. Тут очень много темных мест, где ничего не видно. Но Алан Вейк — это же игра про темноту, и разработчики старались соблюдать атмосферу, даже звуки тьмы перетащили из позапрошлой игры. Только вот по итогу DLC не темное. Оно просто черное. Вот просто черное. Тут темно, как у Дэвид Джонса в хранилище писец. Фонаря при этом у нас нет, но мы можем поднять с полу телекинезом источник света, чтобы разрушить живую тьму, например. Однако держать такой источник неудобно, палец встает. К тому же с ним не побегаешь. Игре и раньше фонарика не хватало, а сейчас так и вовсе. Но это, наверное, помимо босса, единственный недостаток. DLC весьма интересное, очень много материалов для фанатов. Там можно узнать и о судьбе жены Вейка, и о братьях Андерсон, и о террористической группе, намеренно создающей измененные опасные предметы, и про то, как темный обитель пытается морочить голову Аллану Вейку, притворяясь Томасом Зейном с лицом, как я понял, самого Вейка. Бардак, короче. Кстати, Джесси с детства знает стихи Томаса Зейна, хотя он вычеркнул себя из реальности. Все потому, что Джесси пороутилит. Ее потому и приметили на должность директора. Ну и куда ж без конспирологии? У знатоков и фанатов сразу назревает вопрос, а что если весь этот мир игры Control, включая Бюро и Джесси, придумал Вейк, как раз для того, чтобы выбраться из Темной обители? Ведь мы помним, что по правилам писатель должен написать рассказ так, чтобы все выглядело правдоподобно, по законам жанра. Тогда он полностью воплотится. Плюс многие углядели аббревиатуру AMC, альтернативные мировые события. В английском языке она выглядит как AVE, что, конечно же, аббревиатура в том числе от Аллан Вейк. И плюс о ситуации в Брайтфолл Бюро оповестил Алекс Кейси, персонаж книги Алана Вейка. Но все же я думаю, что и Бюро, и все сопутствующее реальны. Просто что Зейну, что Вейку дается возможность управлять отдельными элементами реальности через написание рассказа. Он может вклиниться в события, вписав туда что-то или кого-то. К примеру, он сам же говорил, как сам же себя вписал в свое же приключение в одноименной игре. Также в Бюро есть измененный предмет, листок рукописи Вейка. Его просунули под дверь агента в гостинице Ocean View. Как раз из-под двери со спиралью. Именно через нее Джейси впоследствии наблюдает видение с Вейком. В ней он пишет, что часто знает о событиях или вещах, о которых знать не может или не должен. Потому как и Джейси, и Аллан одаренные. Он этого Кейси мог вписать в реальный мир для передачи сообщения. Он мог направлять действия Джейси внутри отдела расследований. Но создать целое бюро он не способен. Ни он, ни Зейн, ни даже присутствия тьмы самолично. Да и, скорее всего, Алекс Кейси реально существующее в лоре лицо, о существовании которого просто узнал Вейк благодаря своим параутилитарным способностям. В общем, есть над чем подумать. Отличная затравочка перед возвращением старого доброго Алана Вейка. В свою очередь, DLC основания, хоть и не связано с любимым персонажем, тоже вышло весьма интересным. Я бы, если честно, положа руку на сердце, даже сказал бы, что лучше, чем Аллан Вейк. Мы попадаем в то самое основание. Это что-то вроде фундамента бюро, стоящего на огромной каменной свае. Сейчас свая разрушена, и этаж начал активно сливаться с астралом. Сам по себе он представляет лишь систему пещер в перемешку с астральным пространством. Плюс из-за мощного сдвига сюда провалился целый отдел. Так что нам доведется также наблюдать такое явление, как астральный туалет. За это даже ачивку дадут. История в этот раз крутится вокруг Маршал, которая в оригинальной кампании куда-то ушла. Оказалось, сюда. Но мы слышим ее через телефон прямой связи, что, скорее всего, означает, что она уже мертва. И вместе с тем, видим мы ее визуальным мельком, что интригует. Наша задача не только выяснить, что стало с начальником службы безопасности, но и починить ту самую сваю, о чем нас настоятельно просит совет лично. Ради такого он даже дает нам возможность забрать одну из новых суперсил на выбор. Однако далее по сюжету, учения конструкции, мы сталкиваемся с никем иным, как Формером, которого били в холодильнике, если помните. Он тоже связывается с нами из своего темного астрала и говорит, что, мол, хер его знать, что он там пытается сказать, если честно. Очень мило, с твоей стороны, дать мне то, что не дал совет. Но тебе какая польза? И ты предлагаешь мне просто поверить в то, что ты очень щедр, или... Как тебя зовут? Голодна? Ну, может, да, я бы съела сэндвич или еще что. Ты не это имел в виду, да? Так ты из совета? Или раньше был? Хорошо, но вы разошлись, потому что совет обвинил тебя в... В шарады играть и то проще. И он дает нам возможность забрать и вторую суперсилу. На что совет нам уже говорит, э, ты че, тебе нельзя, ты вообще первый из директоров, кто удостоен подобной силы, вторую нельзя. Но потом покумекали, видимо, и решили, что, мол, окей, забирай, только больше не связывайся с Фармером. И это, сваю иди чини, хорош тут херней страдать. Починив эту самую сваю, мы обнаруживаем, что началось столкновение миров, реального и астрального. Они уперлись друг в друга, и все вокруг рушится. Э, ну че за дела? Однако в конце пути мы встречаем Маршал. По ее сообщениям понятно, что она решила наплевать на желание совета и взорвать сваю. Потому мы ее и чиним после ее вольностей. За подобное совет отключил ее РОГ, и она заразилась шумами, став нашим финальным боссом. Босс очень даже толковый, в меру сложный, без регенерации, блин. Оказывается, свая была тоже заражена шумами. Мы ее очистили, и слияние остановилось. Совет нас благодарит, а мы такие думаем, ах вы же суки. Ну да ладно, мы еще найдем способ вам козью морду построить. В общем, вторая часть игры, которая уже анонсирована на разработку в 25-му году, обещает быть сюжетно интригующей. В целом, как уже сказал, с сожалением для себя вынужден признать, что DLC-основание куда интереснее темной обители. Если в обители нам рассказывали о местечковых явлениях, то здесь нам действительно намекают на историю бюро. Ведь основание – это не только локация и основание, фундамент бюро. Это еще и очень может быть связано с тем самым советом. Ведь до встречи с ним бюро также существовало. А потом пришел совет с этим его живым домом, и понеслась моча по трубам. Появились и недовольные типа Маршалл, которые считали, что директор выполняет для совета больше, чем для самого бюро. Также возникают интересные мысли по поводу природы совета, и в частности Формера. Последний явно внепространственная сущность. А совет – это точно не одна личность. Есть фанатская теория о том, что совет – это этакий конструкт из отпечатков личности мертвых директоров, которых у бюро было немало. Эти личности отпечатались в Астралии и сформировали некий совет. А Формер – это тот, кто был до них, потому что он решил с ними не тусить. Более того, есть даже такая теория, что весь сюжет Контрол – это сон собаки. Цитирую. Это внутренние переживания психически нестабильной девушки, работающей секретаршей в одном из федеральных бюро США. Не Контроля, а чего-то банального типа почты, соцслужбы. Почему родной город Джесси называется Ordinary – обычный? Что за странные названия? Почему брат говорит, что ему приснился сон, где нет и не было у Джесси никакого брата? Всегда был лишь один человек – Джесси Дилан Фейден. Почему он говорит, что ему приснился сон про обычную девушку из обычного города? Почему он говорит, что ему приснился сон, который он смотрит прямо сейчас? Почему вообще вся часть игры про эти сны такая жуткая и странная? Почему игра так часто акцентируется на слове Ordinary – обычной? Почему самый большой страх Джесси, судя по финальной миссии – работать секретаршей в федеральном бюро и разносить кофе и почту? Почему в лабиринте пепельницы у Джесси в наушниках играет песня с упоминанием города Ordinary и текстом «Впусти агентов больной фантазии» нет более глубокого безумия, чем то, что ты сам создаешь? Мне кажется, что вся игра – это отражение внутренней борьбы Джесси с самой собой, попытка взять контроль над своим безумием, над своими шизофреническими фантазиями, вызванными одиночеством, неудовлетворенностью своей жизнью, своей обычностью, ординарностью. В жизни она обычный клерк на низшей должности в каком-то федеральном агентстве. В своих шизофреничных фантазиях она – директор несуществующей ФБК, очень значимая персона, которая для всех интересна, в которой все нуждаются. Что, если нет и не было никакого ФБК? Что, если брат и шумы – это персонификация последней части разума Джесси, которая пытается вытолкнуть Джесси из ее фантазии в реальность, в ее обычную жизнь? Что, если в конце Джесси окончательно проигрывает эту битву, отдав разум во власть безумной несуществующей фантазии, где она – директор несуществующего ФБК? Конец цитаты. Что тут сказать? Повторюсь, настоящая теория одурманивания. Лор-контрол очень интересен и на данный момент полон недосказанностей. Будет крайне любопытно понаблюдать за его развитием. Однако, все-таки ставлю пять копеек и скажу, что, скорее всего, бюро и прочее реально. Почему? Ну, потому что придумывать такой громадный лор ради того, чтобы сделать его несуществующей иллюзией – ну, в этом нет никакого смысла. Это просто нерентабельно с точки зрения разработки. Поэтому, если нечто подобное и будет, то не в таких масштабах, и все-таки бюро окажется реально существующим. Но вполне возможно так, что Джесси никогда там не была. На самом-то деле, безумно интересно. Между тем, вернемся в DLC. В отличие от приключений в секторе расследований, проходивших в тех же офисных помещениях, что и вся игра, да еще и в полнейшей, как правило, темноте, теперь мы бегаем по интересным пещерам, напоминающим своим красным песком марсианскую поверхность, а также вдоволь летаем по астралу, которого было маловато в оригинале. Заметьте, по светлому астралу. Да и в пещерах не так уж темно. В кои-то веки мы не косплеем слепого крота, я вам скажу. Плюс завезли новых врагов. Рукопашники с кирками, астральные мимики, которые копируют шумов, но также сражаются и с ними, не только с нами. Разве что способности новые весьма ситуативны. Мы можем в конкретных точках создавать шипы или платформы на время и разрушать их. Да, создавать и разрушать — это две разные способности. В бою это слабо применимо. Даже когда тебе врагов прям вот ставят на нужные места, мол, эй, разрушь, подними платформу, тебе, как правило, просто не до этого. Ну да, можно нанести хороший урон шипами или вовсе скинуть врага в астральную пропасть, но вообще смотрится это так себе. Часто вместо наведения на нужное место для вызова шипов персонаж поднимает телекинезом какой-то предмет в округе, потому как для этого используется та же кнопка в управлении. Плюс эта способность не прокачивается, не усиливается, да и в целом скорее как приятное дополнение к весьма качественному, что тут говорит DLC. Единственный его минус — мало побочек, в отличие от «Темной обители». И подводя общую черту под обеими дополнениями, они действительно достойны внимания, что не может не радовать. Под конец давайте поговорим о вечном. О таких вещах, как графика, дизайн, атмосфера и музыка. Удивительно, но насчет последнего мне практически нечего сказать. Музыка в игре меня как-то совсем не зацепила. Саундтрек выполняет свою роль фонового шума. Вот ведь ирония-то, да? Он не бьет по ушам, отлично передает атмосферу, а точнее темп сражения с противником. Но каких-то запоминающихся мелодий, и тем более некой заглавной темы, как в том же Вейке, вы, скорее всего, для себя не услышите. Музыка здесь, скорее, является таким, знаете ли, амбиентом, с которым, надо заметить, у игры проблем нет. Вот эта вот аудиальная таинственность, их тоничность, явления вроде астрала или старейшего дома — это все на высоте. Плюс старается звуковое сопровождение в целом. Особенно круто сделаны голоса совета. И по итогу, такой подход к саундтреку не возвышает общую атмосферу игры, но и не вредит ей, что в данном случае уже неплохо. Намного лучше дела обстоят с графикой. Я не графоман. Нет, это про другое. Я не графодрочер. Правильно, но грубо. В общем, не знаток. Но в целом игра выглядит красиво. Разве что лицо героини, ну, не знаю. Посмотрите на прототип, с которого она списана, и посмотрите на этот квадратный подбородок. Особенно во время диалога, когда она открывает рот. Она будто криво это вот делает. Это не уродство, конечно. Не обливион, разумеется. Ну, хотя вообще-то тут нет беды с лицами и анимациями. Но, наверное, больше всего из графических примочек мне понравились отражения. Они здесь настолько классно сделаны, что буквально любая стеклянная поверхность, а офисы тут из-за таких вот перегородок и состоят, буквально окно в другой мир. Постоянно приходилось разбивать эти стекла, чтобы отражения не дезориентировали. Это не минус, это действительно отлично сделано. На атмосферу это не влияет, но как реалистичная фишка очень даже заходит. Дизайн к нему нареканий нет. Где-то на середине игры я понял, что мне напоминает местная архитектура. Помните наше приключение в протеанских руинах на Ферросе в Mass Effect 1? Вот если эти руины отмыть и побелить, получится старейший дом. В целом, дизайн этого вечно перестраивающегося самостоятельно заведения сделан очень круто и подчеркивает общую атмосферу творящейся чертовщины. Отделы меняются местами, часто проваливаются куда-то, оказываются заблокированными, открываются между всем другие проходы. Весело они тут живут, не поспоришь. И красиво сделано преображение комнаты после захвата особо упоротых точек контроля. В этот момент помещение приходит в человеческий вид, не то, что раньше. Кстати, перемещение по локациям тоже сделано удобно. Ты можешь легко телепортироваться от любой очищенной точки контроля к любой другой такой же, бесплатно и быстро. Но вместе с тем они не понатыканы на каждом шагу и чтобы попасть в конкретный отдел, часто нужно ориентироваться по карте, что также побуждает немножечко эту карту изучить. Учитывая этой самой карты удобства, проблем с этим делом почти никогда не возникает. Все это сдобрено окружением. Я не только про саму суть назначения бюро с его кучей лабораторий, изучающих неведомую чертовщину. Это само по себе уже наводит жути, да. Я еще и про висящие в воздухе жертвы шумов, повторяющие одну и ту же мантру без конца. От этих голосов и шепотов со всех сторон в первой части игры ты ни минуты не чувствуешь себя в безопасности и постоянно озираешься по сторонам. Паникой так и накрывает. Потом привыкаешь. Так что это не из-за шумов тут люди кукухой поехали, просто атмосфера у них тут очень строгая, как у дяди Федора дома. И все бы хорошо, но есть пара удручающих моментов. Оба два я уже упоминал. Теряются текстуры. Я не знаю, с чем это связано, могут даже посреди диалога слететь. Для возвращения текстур нужно нажать на старт, то бишь выйти в меню и вернуться. Дело трех секунд, но почему вообще это происходит? Странно. Может быть, конечно, и правда, где-нибудь какая-нибудь галочка по умолчанию стоит в настройках не там. Но, опять же, а почему я должен куда-то лазить? Второй момент связан с фиговой контрастностью изображения, которую можно, конечно, исправить в настройках, и темноте. Обычно в играх, где столько темных мест, добавляют какой-нибудь фонарик. Тут перед тобой даже двери открываются автоматически для удобства. Почему бы не сделать автоматическое зажигание фонарика в темных местах, а в обители сказать, что, мол, сломался, или что, мол, нечто его подавляет. Потому что действительно чересчур много, чересчур темных, чересчур мест. Бывает даже так, что из-за того, что не видишь, куда идешь, падаешь в какую-нибудь пропасть в полной черноте. Не часто, но несколько раз такое бывало. Однако, это, наверное, все, к чему я могу придраться. Графически игра хороша, особенно если брать в расчет физическую модель разрушения. И с атмосферой, которую умело поддерживает классный бэк, у игры тоже ноль проблем. Это ли несчастье? Подведем итоги. Control стала для меня игрой на один раз. Не уверен, что стану проходить ее снова именно для себя. Да и чувствую, что не я один. Игра дает отличное ощущение могущественного персонажа, хорошо балансирует между легко и сложно. Радует классным дизайном, хотя могли бы и на улице выпускать почаще. Ну и так неплохо. Лор, так вообще, тема для отдельного фапа. Сюжет не везде ровный, но в целом очень даже интересный. И при всей скудной подаче вот этого самого сюжета, Control, тем не менее, как-то умудряется удерживать игрока долгое время, умело подогревая его интерес. Ну и без факапов, конечно же, не обошлось. Сюжет мог быть поинтереснее, особенно развязка. Диалогов и монологов могло быть побольше, а то порой чувствуешь, что гуляешь по вымершему зданию, хотя это совсем не так. Ну и, несмотря на попытку разнообразить локации, все, что не Астрал или пещеры с DLC, то банальные офисные помещения. А, ну есть еще шахта, да. Это быстро надоедает, особенно если отвлекаться на интересные побочки. Могу ли я рекомендовать эту игру? Да, вполне. На раз ее точно хватит. Но, что-то мне подсказывает, что Control это очень качественное, но демоверсия чего-то более крутого. У Control 2 много потенциальных путей для развития. Можно запомнить множество недосказанностей сюжета, можно сделать директор еще более могущественным, можно раскрыть не только астральные, но и иные измерения, а также обитающих в них сущностей. И Control дала всему этому отличный толчок. Осталось только им правильно воспользоваться, что уже совсем другая история. Ладно, как говорится, долгие проводы, лишние слезы. До встречи через вечность. Эй, детишки, подпишитесь на канал. Какого хрена вы все еще не подписались? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин